Добрый день, доброе утро. Приятно, что все-таки после вчерашнего праздника у нас все-таки здесь большое количество людей все-таки собралось. Но давайте продолжим сессию «Нейтронные звезды и сверхновые». Первый доклад Дмитрия Георгиевича Яковлева, ну вы видите название, вот 30 минут. Насколько я понимаю, второй доклад будет тоже выделать, потому что Штермера не будет сегодня, да, и поэтому как бы это двойной доклад будет. Пойдем по двум докладам. Пожалуйста. Доброе утро. Я преклоняюсь перед теми, кто сегодня после вчерашнего банкета пришел утром на мой жалкий доклад. Значит, он будет посвящен статистической теории эволюции нейтронных звезд. Мои соавторы такие. Здесь будет оригинальная часть, в которой участвовал Миша Безногов. И кроме того, будет обзорная часть, в которой принимали участие мои замечательные коллеги из физико-технического института, которые вот здесь вот выписаны, имена которых. И я начну с обычной картинки строения нейтронных звезд. Нейтронные звезды, мы знаем, теоретики так думают, что они состоят из тонкой коры и объемного массивного ядра. Кора, в свою очередь, делится на внешнюю кору и внутреннюю кору. Ядро делится на внешнее ядро и внутреннее ядро. Характерная плотность вещества в нейтронной звезде – это плотность ядерной материи в атомных ядрах, примерно 3 на 10-14 грамм в кубическом сантиметре. И если спускаться вглубь нейтронной звезды, сначала во внешней коре мы имеем обычную, стоящую из электронов и атомных ядер. На дне внешней коры в веществе появляются еще и нейтроны. И внутренняя кора состоит из электронов, атомных ядер и свободных нейтронов. На дне внутренней коры исчезают атомные ядра, и мы погружаемся во внешнее ядро нейтронной звезды, которая в основном состоит из нейтронов с примесью протонов, электронов и мионов. Значит, граница между внешней корой и внутренней – это примерно 10-3 ядерных плотностей. Граница между внутренней корой и внешним ядром – это примерно половина ядерной плотности. И если мы дальше будем погружаться в нейтронную звезду, то примерно при плотности около двух ядерных мы попадем во внутреннее ядро или мистическое ядро нейтронной звезды, где мы просто очень мало чего знаем достоверно. Даже состав этого ядра неизвестен. Здесь могут быть нуклоны, а могут быть и кварковое вещество. И центральные плотности нейтронной звезды составляют около 10-15 ядерных плотностей. Но мы не будем заморачивать себе голову экзотическим веществом во внутреннем ядре нейтронной звезды, а будем считать, что все ядро состоит из нуклонной материи. Нам этого хватит. Итак, значит, я буду рассматривать тепловую эволюцию нейтронных звезд двух типов. Во-первых, это остывающие нейтронные звезды среднего возраста, меньше примерно 10-5-10-6 степени лет. Они остывают в основном благодаря излучению нейтрина из ядра звезды. Но часть тепла все-таки стекает к поверхности и излучается в виде теплового излучения с поверхности. И поэтому поверхностное излучение чувствует уровень нейтринного излучения в ядре. И это можно использовать для того, чтобы исследовать нейтринное излучение из ядра звезды, и тем самым уравнение состояния, неизвестное нам во внутреннем ядре звезды. Значит, снаружи эти звезды, как правило, изотермичны. Почти вся звезда имеет внутреннюю температуру одинаковую с учетом гравитационного красного смещения. И лишь в поверхностных слоях имеется так называемая теплоизолирующая оболочка с массой не более 10-7 массы Солнца. И беда в том, что мы не знаем его химического состава, а от этого зависит теплоизоляция. Это боль в голове на протяжении многих лет, потому что мы не можем понять, что же находится внутри звезды, из-за того, что теплоизоляция это неизвестно. Второй, да, вот тут все это написано. Остывание нейтрино из ядра звезды и тепловое излучение с поверхности, которое трассирует нейтринное излучение в ядре. Далее, следующий тип нейтронных звезд, эволюцию которых я буду рассматривать, это аккрицирующие нейтронные звезды старые, в мягких рентгеновских транзиентах, которые находятся в квазистационарном состоянии. И здесь механизм, что ли, нагретости этих нейтронных звезд совсем другой. Значит, эти звезды греются вот как. В периоды аккреции на поверхность звезды натекает аккрицируемое вещество. Значит, это вещество давит на внутренние слои. Давление оказывается достаточным, чтобы во внутренней корении нейтронной звезды зажглись пикноядерные реакции, которые выделяют примерно один меф-нонуклон, но глубоко внутри звезды. Это тепло стекает внутрь звезды, излучается нейтринным излучением, но часть тепла стекает снаружи, излучается тепловым образом, в спокойном состоянии мягкого рентгеновского транзиента. Это тепловое излучение можно наблюдать. И поскольку почти все стекает внутрь и излучается нейтрино, опять тепловое излучение чувствует. Нейтринное излучение из ядра звезды, и это есть тот же самый метод исследования сверхплотного вещества в ядрах нейтронных звезд. Данные. Значит, данные об устывающих нейтронных звездах я буду рисовать на такой диаграмме по вертикальной оси. Температура поверхности звезды смещенная для удаленного наблюдателя по красному смещению, по горизонтали возраст звезды. Вот у нас имеется примерно 20 остывающих нейтронных звезд. Здесь данные все не очень хорошие, к сожалению. Но, тем не менее, видно, что это одна и та же популяция нейтронных звезд. Здесь как-то их не поделить на части. Самая интересная звезда здесь – это нейтронная звезда в остатке сверхновой кассиопеи А, о которой Петр Штернин. То есть я буду в следующем докладе говорить. Следующие данные – это наблюдение нейтронных звезд в мягких рентгеновских транзиентах. Тут данные еще хуже, потому что греются-то эти транзиенты – аккреции. И для того, чтобы понять степень нагретости этих нейтронных звезд, нужен средний темп аккреции. И усреднение нужно производить по тепловым временам нейтронных звезд, то есть по временам порядка тысячи лет. Таких наблюдений просто нет. И поэтому все эти данные – это интерполяция, экстраполяция и такое артистическое изучение. Все здесь не очень надежно, но хорошо, что их много. И мы снова, если посмотрим, то действительно они нагреваются. Чем выше темп аккреции, тем выше нагревание за счет пикноядерных реакций. И тем самым, значит, здесь вот по вертикали светимость тепловая в спокойном состоянии, она возрастает. И все это выглядит как одна популяция нейтронных звезд. Самый интересный источник – это вот этот номер 13. САКС-1808-3658. Он очень холодный. Таких остывающих нейтронных звезд, только холодных, нет. Ясно, что все замыкается на нейтринные излучения из ядер нейтронных звезд. Какое же оно? Представим себе, что мы находимся в ядре нейтронной звезды. И вот здесь нарисовано ядро. Слева – это внешнее ядро, справа – внутреннее ядро. Пусть ядро – изотермичность, температура – 10,9 градусов Кельвина. Какие же нейтринные процессы там работают? По вертикали – мощность нейтринного излучения в разных процессах. Самый мощный процесс – это прямой УРК-процесс. Это очень простой процесс – бета-распад нейтрона и последующий захват протона электроном. И спускается пара нейтрина-антинейтрина и уносит тепло. Значит, если этот процесс идет, то он очень мощный. И звезда быстро охлаждается. Но этот процесс капризуля, он идет только во внутреннем ядре нейтронной звезды. Во внешнем никак не может идти. Да и то не при всех уравнениях состояния сверхплотного вещества. Если его нет, то идет уж наверняка модифицированный УРК-процесс. Он похож на прямой УРК-процесс, только в каждую часть реакции добавлен еще дополнительный нуклон. Это такой верный товарищ. Он всегда поможет. Его называют стандартной нейтринной свечой. Если же этот процесс как-то выключен, например, сверхтекучестью, то идут более слабые процессы нейтринного излучения за счет столкновения нуклонов с нуклонами. И вот и все, собственно говоря, реакции. Но это не вся история, потому что нейтроны и протоны в ядре звезды могут быть еще сверхтекучие. Эта сверхтекучесть вообще там все замутняет совершенно. С одной стороны, сверхтекучесть подавляет те нейтринные реакции, которые без сверхтекучести идут хорошо. С другой стороны, если у нас имеется сверхтекучесть нейтронов, то тогда возникает еще мощный процесс генерации нейтринного излучения при куперовском спаривании нейтронов. И может еще усилиться сверхтекучесть нейтринного излучения. То есть тут все непросто, и это я пропущу. И поэтому существуют разные теории, основанные на разных предположениях. Теорий остывания нейтронных звезд очень много. Я все не буду рассказывать, это безнадежное дело. А я расскажу только про две теории. Общая закономерность такая. Если звезда маломассивная, то нейтринное излучение внутри звезды слабенькое, и эта звезда остывает медленно. Если звезда массивнее, то тогда нейтринное излучение хоть как-нибудь там подусилено, и она остывает быстрее. А граница полмассы Солнца или масса Солнца? Граница между... Массивная и маломассивная. Этого никто не знает. Если бы кто знал, в этом проблема и состоит. К сожалению. Это не рассчитать. Это не рассчитать, это скорее можно померить. Вот когда померят, тогда это будет праздник. Значит, есть две крайние теории. Первая теория – это минимальная теория остывания нейтронных звезд. Это такая теория, в которой прямой оркопроцесс запрещен вовсе, а вот все остальные могут работать, и если мы будем варьировать массу звезды, сверхтекучесть, то нейтринная светимость в этом сценарии, она будет что-нибудь от 0,01 стандартной свечи модифицированного оркопроцесса до 100 стандартных свечей. В очень небольшом интервале будет меняться. Теория второго типа – это максимальная теория остывания, когда прямой оркопроцесс включен, может быть включен, и тогда теория предсказывает, что нейтринная светимость может меняться в гораздо более широких пределах, от 0,01 стандартной свечи до 0,06 или даже 0,08 стандартных свечей. Какая же теория правильна? Давайте попробуем разобраться. Значит, здесь выбрано одно типичное уравнение состояния сверхплотного вещества в ядрах нейтронных звезд. У нас такое, что максимальная масса нейтронной звезды – 2,16 массы Солнца. Масса звезды, при которой прямой оркопроцесс включается – это 1,77 массы Солнца. И здесь предположено на этих рисунках, что прямой оркопроцесс включается, нет никакой сверхтекучести, и оболочка теплоизолирующая нейтронных звезд состоит из железа, обычная оболочка. И вот здесь нарисовано около сотни кривых остывания для изолированных нейтронных звезд и нагревания для аккрицирующих нейтронных звезд. И видно, что здесь вот эти верхние кривые – это не одна кривая, а примерно 60 кривых. И здесь вот эти вот кривые, примерно 60 кривых – это медленно остывающие нейтронные звезды с низкой нейтринной светимостью ядра. А вот эти вот нижние кривые – это быстро остывающие нейтронные звезды, где включен прямой оркопроцесс, и, значит, они быстро остывают. Видно, что и там, и там мы имеем две популяции звезд – быстро остывающие и медленно остывающие. А нам нужно одно. Если мы добавим, если мы учтем, что оболочка-то теплоизолирующая может состоять из легких элементов, а не из железа, то тогда эти картинки, то тогда вот области этих кривых остывания и нагревания, они уширятся, но все равно две популяции останутся. Поэтому мы сделаем следующее. Мы перейдем к другому описанию всех этих процессов. А именно мы будем рассматривать, рассуждать так. Предположим, что все нейтронные звезды имеют одно и то же уравнение состояния внутри, одно и то же сверхтекучесть, одно и то же нейтринные свойства, нейтринные излучения. Но, конечно, каждая звезда индивидуальна. Она может иметь разную массу, она может иметь разный химический состав, теплоизолирующие оболочки. И вот эти индивидуальные свойства мы будем считать случайными. Случайными величинами. И вместо детерминированных кривых остывания и нагревания мы усредним кривые остывания и нагревания с теми величинами, которые могут быть различны у разных нейтронных звезд. То есть усредним с функцией массы изолированных нейтронных звезд, кривые остывания изолированных нейтронных звезд, и с функцией масс акрицирующих нейтронных звезд, значит, нейтронные звезды в мягких рентгеновских транзиентах. И предположим, что у нас есть функция распределения по легким элементам в теплоизолирующие оболочки. Эту функцию распределения мы просто равномерную для определенности взяли. И тогда, да, вот это функции масс, важная вещь. Функции распределения по массам, они вообще неизвестны. В изолированных нейтронных звездах и в нейтронных звездах двойных системах мы взяли так. Для изолированных нейтронных звезд мы взяли нормальное распределение с наиболее вероятной массой 1,4 массы Солнца. Для акрицирующих нейтронных звезд мы взяли локнормальное распределение с более высокой, наиболее вероятной массой 1,55 массы Солнца. поскольку они аккрецируют, то массу набирают. А вот очень важно, что мы выбрали все здесь так, на глазок отчасти, все это не подбиралось аккуратно, чтобы прямой УРК-процесс, вот это МД, включался вот здесь, 1,77 массы Солнца. Так что у нас есть очень мало остывающих нейтронных звезд, в которых включен УРК-процесс. Ну, достаточно много аккрецирующих нейтронных звезд, где УРК-процесс включен. Почему именно такое число, 1,77? Такое уравнение состояния. Какое уравнение состояния, такое число. Дальше. У нас ничего не получится, если мы воспользуемся каноническим, что ли, каноническим расчетом, при котором прямой УРК-процесс включается внезапно в ядре нейтронной звезды в виде ступеньки. Вот так вот. Поэтому мы взяли и феноменологически уширили порог включения прямого УРК-процесса. Это уширение описывается параметром альфа. Альфа – это дельта РОК-РО. Дельта РО – это тот интервал, на котором происходит уширение. Ну, все. Я теперь готов описывать результаты. Думаю, что успею все рассказать. Значит, берем альфа, равное нулю. Порог прямого УРК-процесса здесь не уширен. А усреднение здесь, вероятностное описание здесь сделано. Тем самым здесь нарисованы уже не кривые остывания или нагревания нейтронных звезд, а здесь нарисована вероятность того, что мы можем найти нейтронную звезду в той или иной части диаграммы. Чем больше вероятность, тем более темная штриховка. Там, где поле белое, там вероятность почти ноль или вообще равна нулю. Так мы можем найти, значит, источники данного типа с такими свойствами. Там, где серенькая, где заштрихована область. И вот мы видим, что это никак ничего не объясняет, потому что для изолированных нейтронных звезд мы имеем кучу тут нейтронных звезд, которые никак не объясняются этой теорией. А для аккрецирующих нейтронных звезд мы имеем здесь горячие достаточно нейтронные звезды и холодные нейтронные звезды. А посередине вот эта вот гопа вся, она никак не объясняется этой теорией. Давайте уширим прямой РК процесс немножко. И сделаем альфа, равная 0,05. Стало немножко лучше. Вот здесь вот это плохо видно, но здесь вот немножко серенького добавилось. Эти источники хоть как-то начали объясняться. А вот здесь вот опять провалы, все равно не объясняются источники. Давайте еще уширим и сделаем альфа, равная 0,1. На 10% уширяем порог включения прямого РК процесса. И вот мы видим, что все, мы добились своего. В каждом случае и для остывающих нейтронных звезд слева, и для аккрецирующих нейтронных звезд мы имеем одну популяцию нейтронных звезд. Значит, все здесь вроде как бы объясняется. Но тут сразу можно подумать, а нельзя ли еще больше уширить? Может быть, лучше станет? Тоже проверили. И лучше не стало. Стало гораздо хуже. Когда мы уширили прямой РК процесс достаточно сильно, то тем самым мы позволили включиться ему. В очень маломассивных нейтронных звездах все они стали холодными, и мы перестали объяснять, что бы то ни было. Итак, заключение. Заключение, что здесь нового? Здесь ничего нового нет по части построения кривых остывания или нагревания нейтронных звезд. А новый здесь – это статистический анализ усреднения с функциями распределения по массам и с количеством легких элементов в теплоизолирующей оболочке нейтронной звезды. Значит, вот этот анализ, этот анализ, он говорит о том, что хорошо бы, если бы прямой РК процесс в массивных звездах существовал. Тогда мы могли бы объяснить вот эти вот источники, которые, вот этот вот источник номер 13, который очень холодный. Далее. Значит, этот анализ показывает, что порог прямого РК процесса должен быть уширен. И вот эта теория, она чувствительна к тому, как уширен порог прямого РК процесса. И это очень важно, это с точки зрения теоретика важно, как он уширен. Он может быть уширен, например, сверхтекучестью, есть такие теории. Но он может быть уширен и по другим причинам, и это предмет особого рассмотрения. Дальше. Важно здесь то, что исследуется не только сверхплотное вещество в ядрах нейтронных звезд, но все это еще связано с функциями распределения нейтронных звезд, изолированных, и в двойных системах по массам. Значит, новая, какая здесь работа? Работа здесь непочатый край. Самое было бы интересное, это построить физическую модель, уширение порога прямого РК процесса. И это все еще впереди. Какие здесь трудности? Здесь две трудности, и очень больших. Первая трудность состоит в том, что я абсолютно уверен, что никакими теоретическими способами вот этот метод нельзя сделать действующим, реальным методом, с помощью которого можно исследовать какие-то свойства вещества. Здесь очень важно было бы покалибровать этот метод наблюдениями. Если была бы известна какая-нибудь звезда, у которой была бы точно определена масса и температура поверхности, ну или там тепловая светимость, то тогда можно было бы привязать все это гораздо лучше. Тогда это стало бы действительно действенным методом. Тогда можно было бы изучать, ах, когда же, вот Рашид Олегович спрашивал, когда же включается прямой РК процесс, но только наблюдения, мне кажется, могут это сделать. Ну и, наконец, очень такая трудность, серьезная, это теплоизолирующие оболочки на самой поверхности нейтронной звезды, обычная физика плазмы. Там вещество состоит из электронов и ионов, и эти ионы могут там дефундировать. Так вот, теория такой плазмы, она настолько тяжела, что это вот большой такой камень преткновения. И здесь обычная стандартная физика тормозит развитие, что ли, новой физики, понимание того, что происходит во внутренних слоях нейтронных звезд. Занимайтесь физической кинетикой. С Новым Годом! А вот, значит, те люди, которые занимались физической кинетикой, они, с моей точки зрения, выглядят так. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень интересные, пожалуйста, вопросы, кто? Юрий Георгиевич, уфинолит объект 13, но это же миллисекундный пульсар. Да. То есть, аккрецирует он совершенно не так, как вы предполагаете по всей поверхности, аккрецирует он только на одну сотую, так там, на одну десятую доли поверхности. Да. Как это влияет тогда на распространение тепла во время аккреции внутрь гидра? Вы предполагаете, что оно так хорошо, тепло проходит внутрь звезды, а вы точку аккрецируете, по сути дела? Значит, ну, такая стандартная точка зрения, что тепло растекает, что это аккрецированное вещество растекается по поверхности. Когда вещество аккрецирует, выделяется очень много тепла. Но все это тепло, оно внутрь не идет совершенно. И оно высвечивается тут же обратно, тепловым излучением. А вот то тепло, которое там выделяется внутри, это тепло, значит, связанное с тем, что аккрецированное вещество создает давление на внутренние слои. И в глубине, во внутренних слоях нейтронной звезды, во внутренней коре, там зажигаются пикноядерные реакции, которые... Удивительно, что он единственный так сильно пробивается. Так не скажу, что единственный. Там есть еще похожий объект. Правда, сомнительный... Ой, не туда я пошел. Тут есть вот этот вот объект номер 20. Правда, это верхний предел здесь. Там верхние пределы сплошные. То есть здесь не очень хороши данные. И вообще данные по аккрецирующим нейтронным звездам очень ненадежно. Пожалуйста, прошу, Григорий. Мы когда с Инагамовым пытались строить теорию аккреции дисковой на звезду со слабым магнитным полем, оказалось, там была очень... Самая сложная задача оказалась зацепить звезду, чтобы она вся начала крутиться. И у нас получалось, что вот момент уходит из диска. А угловой момент уходит достаточно глубоко в нейтронную звезду. Не так глубоко, чтобы пиктоядерные реакции включились, но достаточно глубоко. И это уже не один метонуклон, а вот слой, который идет в аккрецирующей плазме, это 70 метонуклон. Порядка 70 метонуклон. И вот у меня к вам такой вопрос. Решал ли, есть ли какое-нибудь решение, воздумал ли кто-нибудь об этом, потому что мы выделяем энергию, в действительности можно выделить энергию, например, ну там, откуда выходит тепло, годы уже. И мы знаем кучу источников, ну здесь упоминались пульсары, самое простое это БЕ, молодые пульсары, там вы знаете, раз в год примерно происходят эти мощнейшие свежки. Но есть куча, вы называли их транзиентов, которые, ну сказали, мягкие рентгеновские транзиенты, которые тоже вспыхивают там раз в год, раз в несколько лет. Вот оказывается, за это характерное время мы практически в некоторых моделях успеваем, а в основе не успеваем остановить угловой момент, и энергия заносится внутрь. Она выделяется, я не знаю, на глубине 10 в десятый грамм, 10 в десятый мало, 10 в 12 грамм, например, 10 в десятый грамм. И вот что тогда делать до сантиметров квадратный? Что делать в таких случаях? В таких случаях надо считать, но чем вот эти транзиенты хороши? Тем, что аккреция идет, они горячие, и нет слов, там энергия выделяется с поверхности за счет просто того, что аккрецирует вещество. Там вспышки бывают термоядерные на поверхности. Если у вас слой в глубоком есть какая-то температура, дальше внутрь, при квази-стационарном, вы держите постоянную температуру, которая может быть достаточно... Да. А потом аккреция выключается, и эти источники могут жить годы и оставаться теплыми. Типа миллиона кельвина может быть на поверхности. И вот это результат того, что они прогреты изнутри пикноядерными реакциями. И вы полностью пренебрегаете магнитным полем. Теперь у меня вопрос простой. Что изменит? Может ли магнитное поле, например, у магнитара или у молодого пульсара, повлиять, и вот пикноядерные реакции пойдут сильно иначе? Пикноядерные реакции вряд ли пойдут иначе. Ну, конечно, если это магнитар, вот Сережа Попов вчера рассказывал, то тогда это совсем другое дело. Там теплоизолирующая оболочка в любом случае другая. И к магнитарам мы это не прилагаем. Это, наверное, можно и интересно, но это... Давайте два коротких вопроса. А, у меня как раз два коротких вопроса. Первый вопрос. Хорошо, ладно, а до 1. А можно ли наложить ограничение на значение параметра альфа из-за темпа остывания остатка сверхновой кассиопея? Не осталось ли слово, а нетронная звезда? Нет, нельзя. Потому что, значит, звезда горячая, и там нет прямого урка процесса. Если в остатке сверхновой кассиопея А есть звезда, но там, видимо, недостаточная ее масса, чтобы включился прямой урка процесса. То есть даже если раздвинуть этот параметр, увеличить его очень сильно, он все равно не включится? Вы попробуйте раздвинуть. Наверное, если сильно раздвинуть, то, может быть, это очень интересная идея. Только как? Просто параметр альфа может быть не универсальным, он может зависеть от каких-либо других параметров нейтронной звезды. Да, конечно, но вот этого, такой какой-то хорошей теории для этого параметра альфа просто нет. А вообще, может, идея и хорошая. У меня на самом деле несколько вопросов, но если недостатка времени, я вынужден выбрать. Да, на самом деле, во-первых, первое, коротенькое совсем, это вот по поводу альфа. Вы его так гладко уширяете, хотя вот как бы если брать уширение из сверхтекущести, из магнитного поля, тогда там должна быть обрезка по нижней массе. То есть это распределение по порогам, оно не такое, не уходит в малые массы. Это как-то надо учесть. Да. Второе, вот вопрос, что он из тех цифр, которые вы приводите, там 1,77 для порога и 2,16 для максимальной массы, видно, что вы использовали уравнение состояния, это такое игрушечное. А вот не проверяли ли вы, как вот все эти, ну, количественные выводы изменятся, если взять реалистичное уравнение состояния? Я буду брать разные уравнения состояния, это совершенно очевидно. И каждый раз я должен буду выбирать новые функции распределения таким образом, как они были нарисованы здесь. Так что бы функции распределения по массам, аккрецирующих и изолированных нейтронных звезд должны быть устроены так, чтобы у изолированных нейтронных звезд, значит, масса выше вот этой пороговой массы включения РК-процесса, таких звезд должно быть мало. Тогда все объяснится. То есть здесь, в этом-то и беда, что здесь, выбирая разные уравнения состояния, я буду получать разные результаты, которые будут у меня привязаны вот к этому самому порогу, потому что порог его не умеют считать аккуратно. Это к иллюстрации метода, потому что само уравнение состояния, которое использовано для построения этих рисунков, оно взято с потолка, грубо говоря. я это и сказал, и более того, я хочу сказать еще раз, что это нельзя сделать теоретически. Это можно сделать в наблюдениях. Это надо наблюдать. А наблюдения, вот эти Т, это фактически у вас определены по потоку, это не по спектру, это тоже важно, потому что они не всегда совпадают. Вот эти Т, которые по вертикальной оси. ну, они там, как... перенесемся, потому что вы же вроде с автором. Да, и значит, вот эту дискуссию мы можем смело продолжить в Петербурге. Поблагодарим еще раз. Второй доклад должен был делать Петя Штернин. Я очень сожалею, что он не смог приехать по печальным семейным обстоятельствам. Вот. Он касается как раз нейтронной звезды в остатке сверхновой Кассиопея А. И... ситуация такая. Значит, эта звезда скандальная. И этот скандал произошел в 2010 году, когда Хеньке и Хо обработали данные наблюдений этой звезды за 10 лет с помощью обсерватории Чандра. И получили, что температура поверхности звезды за 10 лет наблюдений, если считать, что звезда описывается углеродной атмосферой, она упала на 4%. То есть мы наблюдаем остывание нейтронной звезды в реальном времени. Это был совершенный фурор. И тем более это было интересно потому, что звезда явно горячая. Температура поверхности звезды 2 миллиона Кельвина. Если бы она родилась бы так быстро остывающей, она была бы значительно холоднее. А мы вот наблюдаем, что она быстро остывает, да еще она горячая. Тут же была придумана теория, как это объяснить с помощью сверхтекучести в нейтронных звездах двумя группами, Пажем и другими, Штерненом и другими. Появились и другие модели, объясняющие это наблюдение. Но эти другие модели, они все правильные, но маловероятные, так сказать. Ну а дальше начались сомнения. И эти сомнения привели к тому, что год назад, в 2013 году, появилось две работы. Первая работа группы Хейнке, где заново переобработаны все данные, отдельно обрабатывались данные разных детекторов. И видно, что для различной обработки данных получались разные результаты. 4% за 10 лет. Уже никто не говорит. Значит, эти авторы говорят так, что если включить данные всех детекторов, то остывание происходит в реальном времени, и это 3% за 10 лет. Если же выкинуть самые сомнительные данные, то тогда это уже 1,3% за 10 лет. Плюс-минус я скажу 1,3%. Вот. С другой стороны это спектрол-питинг какой-то, что ли? Температура откуда-то же должна браться? Конечно. Температура подгоняется путем углеродной атмосферы. Берется модель углеродной атмосферы, берется спектр и подгоняется. Вот. Вторая группа вообще не верит в то, что здесь имеется какое-то остывание. группа, которую возглавляет Георгий Георгиевич Павлов. Они говорят, что они не против остывания, что может быть тут остывание в реальном времени и происходит, но оно происходит на статистической значимости здесь нет. Они в это дело не верят. Ну а раз так, да, все это решится, по-видимому, в дальнейших наблюдениях, хотя, на мой взгляд, результат и так очевиден. Ну а для того, чтобы решать это все, надо каждый раз, что ли, заново строить теоретические модели. И чтобы упростить эту задачу будущего, о построении теоретических моделей остывающих нейтронных звезд со сверхтекучестью, мы и решили сделать эту работу. Она очень простенькая, и она делается следующим образом. Итак, нейтронная звезда в Кассиапиа это молодая звезда, она изотермическая внутри, она остывает за счет излучения нейтрина. Вот это уравнение баланса или уравнение остывания САТ. Т это внутренняя температура звезды, САТ это теплоемкость, ЛНЮ это нейтринная светимость, ЛГАМа это фотонная светимость, но фотонной светимостью в балансе можно пренебречь, и если выкинуть фотонную светимость, то дальше получаем вот просто такое уравнение. Производная от внутренней температуры по времени равняется минус L маленькая, где L маленькая так называемая нейтринная функция охлаждения, которая есть отношение нейтринной светимости звезды к теплоемкости. А тут можно снигрызть, потому что она молодая. Конечно, конечно, разумеется. Но дальше это уравнение просто интегрируется в уме, и получается такое вот решение. Для того, чтобы этим решением воспользоваться, единственное, что нужно знать, как L зависит от T. Приинтегрируем мы все будем знать. Так. Теперь объяснения кассиопеи А. Они основаны на том, что в звезде есть две сверхтекучести. Есть мощная протонная сверхтекучесть, и она нужна для того, чтобы в начале, на начальном стадии остывания выключить модифицированный РК-процесс, и чтобы эта звезда остывала очень-очень медленно, чтобы она долгое время оставалась горячей. Кроме того, нужна вот протон нейтронная сверхтекучесть с такой зависимостью от C критической температуры, от плотности вещества. Так, чтобы это C было недостаточно велико, вот максимум критической температуры я обозначу через Tc, и как только температура упадет ниже вот этой вот точки. Возникнет сверхтекучесть нейтронов, возникнет мощное нейтринное излучение при куперовском спаривании нейтронов, и как раз и пойдет это вот быстрое остывание, которое наблюдается в настоящее время. И вопрос в том, как это бы описать так, чтобы можно было бы на калькуляторе все сосчитать. Ну и ответ очень простой, вот поскольку самое интересное это когда температура только-только упала ниже вот этой точки, то тогда мы можем профиль критической температуры описать параболой, а если парабола, то там всякие интегралы берутся и все хорошо. Вот. Введем Тау, это удобная безразмерная переменная задача, это отношение температуры внутренней к температуре Tc, при которой возникает нейтронная сверхтекучесть, а дальше самое что ли вот важное оказалось, что нейтринная светимость, функция нейтринного охлаждения за счет куперовского спаривания, ее можно аппроксимировать очень простой формулой, вот этой вот, которая содержит параметр дельта. Дельта, это единственное, что тут надо объяснять, это вот что такое. Вот посмотрим на этот график. Этот график это зависимость функции нейтринного охлаждения от внутренней температуры звезды, точка C, это когда появляется нейтронная сверхтекучесть, дальше возникает куперовское спаривание и мощный всплеск нейтринного излучения, достигает максимума при 0,77 Tc, а дальше он спадает. А точка D, это точка наблюдения, когда мы наблюдаем звезду. так вот параметр дельта это отношение функции L для куперовского спаривания в максимуме, самый пик, к функции нейтринного охлаждения в точке C, то есть он показывает насколько мощно нейтринное излучение при куперовском спаривании нейтронов. и содержит в себе всякие вот эти вот параметры критической температуры Tc, которые надо рассчитывать, но задача здесь такова, что расчет какой-то детальный проделывать не нужно, а вот задаешь дельты и знаешь все. Итак, если аппроксимировать вот эту функцию такой простой формулой, то дальше задачи решаются аналитически, все кривые остывания находятся аналитически, и вот здесь нарисованы следующие картинки. Значит, вот это логарифм нейтренной функции остывания в зависимости от внутренней температуры звезды. Красненькая это без сверхтекучести, синенькая это со сверхтекучестью при разных значениях дельта, от единицы до десяти. Это кривые остывания, ой, простите, пожалуйста, это кривые остывания нейтронных звезд, внутренняя температура, как она падает со временем, красная без сверхтекучести нейтронов, синенькие это со сверхтекучестью нейтронов. Чем больше дельта, тем быстрее остывает звезда после того, как включилась сверхтекучесть нейтронов. Ну и наконец, это параметр S. Параметр S это потенциально наблюдаемая величина, наклон, логарифмический наклон кривой остывания D логарифм T S по D логарифм T. И обычно у остывающей нейтронной звезды этот параметр одна десятая. У Кассиопеи А, если верить Хейнке и Хо, это одна целая и тридцать пять сотых. То есть это в тринадцать раз больше. Это всех избудоражило. Так вот, видно, что обычное остывание, вот тут одна десятая где-то внизу, а если есть сверхтекучесть нейтронов, то этот параметр S, кривая наклона, она может меняться очень сильно. Далее, значит, если есть такое решение, то можно определить всякие другие параметры, значит, если есть формула для функции S в зависимости от Тау и Дельта, то введем Тау в момент наблюдения. Тау со значком D, температура внутренняя в момент наблюдения, поделенная на температуру ТС при включении нейтронной сверхтекучести. Составим такое уравнение, и тогда, если SD известно из наблюдений, то Дельта тоже можно найти и можно построить такие графики. И мы видим, что фактически имеется бесконечное количество решений. Вот мы наблюдатели. Мы можем наблюдать температуру, и можем наблюдать, если это реально, этот параметр S, наклон, кривое остывание. Если мы знаем эти два параметра, то мы можем построить бесконечное число наблюдений, бесконечное число кривых остываний, которые в момент наблюдения дадут нам нужную температуру и нужный наклон кривое остывания. И эти все разные кривые остывания, они будут параметризованы единственным параметром, параметром Тау-Де, когда включилась нейтронная сверхтекучесть в звезде. Ну и здесь просто пример. Взят пример. Вот звезда с массой 1,65 массы Солнца с радиусом 12 километров. Время ТД, когда мы наблюдаем 330 лет возраст звезды нам известен. Железная оболочка остывая, железно-теплоизолирующая оболочка. Температура поверхности нам известна. Тогда мы знаем внутреннюю температуру звезды 274 мегакельвина. И тогда можно рисовать мегакельвина. И тогда можно рисовать вот кривые остывания. Вот точка С, где включилась сверхтекучесть. Вот точка М, где максимальная функция нейтринного охлаждения. А вот точка Д, когда мы наблюдаем, это единица. Вот так ведет себя параметр С для трех разных значений ТД. 0,65, 0,77 и 0,9. Для 0,65 максимум уже пройден, и мы находимся здесь. Это как раз то решение, которое получили Паш и Штернин и другие. для ТД 0,77 получается такая точка для как раз сейчас максимум, а для 0,9 то максимум еще не пройден. Максимум еще впереди. Ну и так далее. Мы можем установить все параметры кривых. Мы знаем, как остывает звезда. Мы можем смотреть, что будет потом, что будет дальше. и мы можем отсеивать нефизические решения. Ну, в общем, это и все. Значит, выводы такие. Остывание нейтронной звезды после включения сверхтекучести нейтронов описано простыми аналитическими решениями. Эти решения слабо зависят от модели звезды. Действительно очень слабо, и это почти модельно независимые результаты. Дальше. Результаты можно применять к анализу нейтронной звезды в Кассиопее А. И даже если темп остывания полтора процента за десять лет, это самый худший вариант по Хейнке и других, то все равно все выводы, которые сделали Паши и Штернины остаются справедливыми. Все равно необходимо протонная сверхтекучесть, чтобы остывание на начальном этапе было медленное, а сейчас остывание происходит очень быстро, если это полтора процента, и если вы верите, что это действительно реально. Дальше. Об этом я не говорил, но просто времени нет, что мы показали с помощью этих простых решений, что заметное количество углеродов теплоизолирующей оболочки здесь невозможно, здесь не получаются хороших решений. Ну и кроме того, вот этот последний вывод, он такой вот, я сам не знаю, что здесь написано, это Петя писал, но вывод он такой, что в общем в это можно верить, можно и не верить. Спасибо за внимание. Простите, допустим, если я буду рассуждать как простой астроном, если возраст звезды 300 лет, то она должна остывать на 3% в год, значит за 10 лет получается 3%, то есть очевидно нужно быть глубоко погруженным в вашу область, чтобы в 3% усмотреть какой-то скандал, вы не могли бы пояснить в чем тут скандал? Скандал вот в чем, что обычная теория в чем плоха моя логика? Обычные теории и существуют значит ваша логика вот в чем плоха, нейтринное излучение очень резко зависит температуры и это всегда так и из-за этого остывание оно если все путем если все хорошо остывание происходит очень медленно вот его не должно быть видно на промежутках 10 лет если сегодня быстро то раньше было еще быстрее значит я бы сказал так что если все хорошо если обычная теория применяется то на промежутках типа 10 лет или 20 остывание не должно быть заметно наблюдателю при возрасте 300 лет при возрасте 300 лет и при возрасте я бы сказал 10 тысяч лет или 10 5 лет так я и говорю остывает только сперва ну да можно сказать и так но таких мы не видели я позволю себе рассказали что вопрос о быстром остывании будет решен следующим наблюдением в будущем ответ и как очевиден не могли бы озвучить очевидный этот ответ ответ очевидный любой человек который здраво рассуждает он скажет что скорее всего не верится в это все не верится в результат хо и хейнки я не верю потому что это как-то ну вот смотрите 4% через несколько лет это уже там 1,3% а что дальше будет непонятно но скорее всего так оно и будет что это эффект что это артефакт артефакт обработки наблюдения вопрос предельно старые нейтронные звезды с возрастом порядка хаблутского близких солнцу оценки показывают они на расстоянии всего нескольких персек от солнца можем ли мы их наблюдать в каком пятиапазоне это сложный вопрос это деликатный вопрос я не могу ответить это нет но об этом мы думали много раз и значит Сережа по моему вчера попов говорил об этом что возможно что и можно наблюдать из-за того что они аккрецируют немножко хотя бы и эту аккрецию подогревают тем самым звезду и давайте поблагодарим здравствуйте давайте перейдем к сверхновым значит от нейтронных звезд к сверхновым 1А которые связаны с белыми карликами тоже вырожденными объектами как и нейтронные звезды но только менее плотно значит я буду рассказывать про горение в этих белых карликах про самую самую начальную стадию взрыва когда там все энерговыделение происходит кинетическое и поясню что что такое перемешанное пламя и в общем в чем там проблема но сначала я коротко напомню о том что такое сверхновые типа 1А значит сверхновые типа 1А это мощные вспышки в которых не наблюдается водород зато наблюдает сильная линия кремния кальция магния в общем промежуточных элементов нашей терминологии есть элементы железного пика есть промежуточные элементы они в результате вспышки 1А образуются их массы приблизительно равны грубо говоря там по 0,6 массы солнца значит вот эти данные очень сильно ограничивают возможные модели каким образом такие звезды взрываются значит на поздней стадии свечение этих звезд происходит за счет того что есть распад никель кобальт железа с определенным периодом значит но самое главное в этих звездах то что они хорошо стандартизуются можно исходя из кривой блеска и времени спадания восстановить абсолютную светимость этих звезд так называемое соотношение психопского филипса это помогает сделать и тем самым использовать эти звезды как стандартизуемые свечи для космологических наблюдений но проблема в том что вот это соотношение и оно экспериментальное эмпирическое и нету никакого теоретического обоснования для него и все работы по сверхновым 1а по механизмам взрыва в основном связаны с тем каким образом можно получить это соотношение значит ну или обосновать и самое главное проверить потому что на больших зет на которых используются эти сверхновые металличность вселенной была меньше может быть это соотношение совсем не выполняется и тогда все космологические наблюдения неправильно проводятся значит существует множество сценариев каким образом сверхновые 1а взрываются значит есть два наиболее популярных это когда есть белый карлик в составе невырожденной звезды есть аккреция и есть два белых карлика которые в двойной системе они за счет потеряны гравитационное излучение через какое-то время столкнуться и произойдет взрыв значит вот этот сценарий довырожденный с двумя белыми карликами я сейчас рассматривать не буду а буду рассматривать сценарий с одним белым карликом он имеет по сравнению с вторым преимущество тем что взрывается белый карлик с массой около чандрасикаровского предела поэтому всегда взрываются одни и те же звезды по массе и этим самым очень хорошо можно объяснить их повторяемость этих вспышек собственно сам взрыв заключается это следующее есть белый карлик который состоит из углерода кислорода и он сам по себе изолирован холодный с ним ничего не происходит он не горит но происходит какие то уже очень медленные реакции за счет того что есть акреция его масса растет 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 доходит до чет chili сейкаровского предела около четвертой сейкаровского предела по он становится немножко неустойчивым поджимается в центре разогревается углерод кислород загорается загорается и прыгouth белый карелик очень быстро мы но было за секунды. За секунды выделяется основная кинетическая энергия, 10 в 51 эрак. Но если такой сценарий начинать развивать и смотреть, как там распространяется горение по этому белому карлику, то объясняется, что для того, чтобы объяснить данные наблюдения, необходимо, чтобы белый карлик прогорал в виде, там, есть пламя, стационарное распространение горения. Ну, не стационарное, в том смысле, что это идет некая поверхность и углерод-кислород прогорает до, там, железа, либо до промежуточных элементов. Но сначала это пламя должно двигаться медленно, до звуковой скорости, дефлаграционный, так называемый, режим. А потом должно перейти в детонацию. Только таким образом объясняется распространенность элементов и промежуточных, и, там, никеля, и вообще существование самого взрыва вот в этом сценарии. Поэтому основная задача – это поиски, каким образом происходит переход дефлаграции в детонацию в таких объектах. Вообще, на Земле тоже занимаются этой проблемой, переходы дефлаграции в детонацию. Но там горение, в основном, на Земле происходит в замкнутых объемах, например, со стенками и так далее. Звезда же, у нее нет стенок. Если вы какое-нибудь медленное пламя бросите на стенку, вот оно упадет на стенку, то там вырастет давление, и оно может сдетонировать. Там эта смесь, если осталось, чему гореть, может сдетонировать. В белом карлике такой ситуации нету. То есть, так легко детонацию нельзя развести. Значит, о пламени. Медленное пламя в белом карлике, ну, вот типичные параметры среды – это 10 в 9 плотность, там температура 10 в 8 до 10 в 10, при которых мы вот рассматриваем наше горение белого карлика. Типичные параметры, ну, в центре пламени – это 100 километров в секунду бежит пламя, но оно очень-очень тонкое – 10 минус 4 сантиметра. Эти параметры надо сравнивать с типичными параметром белого карлика – это скорость звука порядка 10 тысяч километров в секунду и его радиус 1000 километров. Соответственно, есть очень тонкое пламя, которое гораздо меньше размеров звезды. оно очень неустойчиво. У пламени, у медленных пламен есть большое количество неустойчивостей, которым они подвержены. И, соответственно, считается, что объяснение перехода в детонацию заключается в этих самых неустойчивостях. Неустойчивостей множество. Вот сейчас наибольшую популярность, как бы активно развивается модель, в которой переход в детонацию происходит за счет возникновения турбулентности, которая возникает из неустойчивости релея Тейлора Ландау. Подробнее сейчас скажу дальше, что это такое. Но вообще говоря, турбулентность может перевести, и часто в трубах наблюдается, детонация в трубах наблюдается, как турбулентность переводит медленное пламя в детонацию. А в физической ситуации турбулентность обычно возникает из неустойчивости. Ну вот есть неустойчивость для пламени релея Тейлора Ландау, есть неустойчивость Кельвина Гельмгольца, это сдвиговые течения. О релея Тейлора Ландау я буду в дальнейшем говорить. Есть Рихтмайера Мешкова, я обозначил красным, она здесь в белых карликах не играет роли. Это неустойчивость, когда ударная волна падает на границу, на какие-нибудь возмущения, эти возмущения турбулизуются, начинают расти. Значит, ну у нас медленное пламя, ударных волн нету, поэтому эту неустойчивость совсем не рассматриваем. А также, в принципе, ну уже не физической ситуации, неустойчивость можно рождать с помощью внешней силы, это делать в эксперименте, к примеру, ну либо в численном моделировании. Значит, сначала я расскажу про то, как можно создать турбулентность в численном моделировании для того, чтобы смотреть свойства турбулентного пламени. Это нам нужно для того, чтобы как-то проверять наши модели. А потом поговорю про физическую неустойчивость релея Тейлора Ландау, которая уже существует в белых карликах. Ну вот можно генерировать турбулентность с помощью внешней случайной силы с некоторыми свойствами. Вот здесь коротко написано, я не буду подробно об этом рассказывать, но можно сгенерировать турбулентность, например, в численном счете, либо реально, используя какие-нибудь вентиляторы в большом баке с водой, с газом, можно сгенерировать турбулентность. Мы занимаемся численным моделированием, поэтому вот здесь как бы описан численный подход, как это можно делать. Вот примеры турбулентного пламени. Значит, важно, что существует несколько режимов турбулентного пламени само по себе. Значит, это так называемое искривленное пламя, когда турбулентность слабая, и вихри турбулентные не проникают во внутреннюю структуру горения. То есть вот пламя имеет какую-то толщину, вот в сверхновых 10 минус 4 сантиметра. За счет турбулентности оно искривляется, но сильно искривляется, но при этом структура этого пламени остается точно такой же, как будто вот локально оно везде плоское. Это так называемый режим искривленного пламени. А есть режим перемешанного пламени, когда вот пламя становится толстым и вообще сильно меняет свою структуру. Значит, неустойчивость релеетейлора Ландау, это вот есть классическая неустойчивость релеетейлора для двух жидкостей, когда одна находится над другой и есть сила тяжести внутрь. Точно такая же ситуация как раз сверхновых. Пламя распространяется от центра звезды к поверхности, сила тяжести направлен в центр звезды, а после прогоревшего вещества всегда менее плотно. Поэтому эта неустойчивость развивается. Значит, эта неустойчивость очень быстро переходит в режим так называемого турбулентного перемешивания, когда есть вот такая зона турбулентности, есть всплывающие грибочки вверх и опускающиеся грибочки вниз. Значит, вот микроскопически здесь это происходит так. В случае, осталось 5 минут, я тогда не буду подробно вот на этом останавливаться. Значит, в случае, если есть пламя, то неустойчивость это немножко по-другому развивается. Для того, чтобы двигать пламя, необходима теплопроводность. Теплопроводность очень сильно размазывает там температуру и всякие параметры. Поэтому вот пример расчета неустойчивости реле Тейлора Ландау с пламенем. Здесь разрешение довольно высокое, но при этом мы видим такие гладкие профили, которые разрешение не меньше, чем здесь. Теплопроводность очень сильно размазывает эти профили. Для того, чтобы рассчитывать всю звезду, необходимо использовать какие-либо модели. Существует множество моделей турбулентности. Вот мы используем некую модель, которая называется Кэпсилл. И с помощью таких расчетов мы ее проверяем. Вот пример сравнения трехмерного расчета и одномерного расчета по модели. Модели позволяют проводить расчеты в меньших размерностях. Ну вот надо сравнивать толстые и тонкие кривые одинакового цвета. Но видно, что более-менее совпадение есть, хотя модель не описывает какие-то мелкие флуктуации. В среднем течение описывается очень хорошо. Вообще глобальных моделирований всей звезды турбулентность невозможно разрешить и структуру пламени невозможно разрешить. Поэтому необходимо еще использовать модель для пламени. Считаю, что есть какая-то функция, которая умеет вычислять турбулентную скорость пламени в зависимости от интенсивности турбулентности и нормальной скорости, грубо говоря, структуры горения, нормального плоского. Существуют различные теоретические аппроксимации из эксперимента, которые показывают, как можно вычислять такое выражение. Это каким образом мы рассчитываем пламя, но я тогда не буду подробнее о результатах. Вот пример трехмерного расчета. Трехмерного расчета красный. Это результат, это скорость пламени в зависимости от времени для трехмерного расчета. А вот это одномерный расчет с использованием турбулентной модели и с использованием модели тонкого пламени. Вот это два варианта аппроксимации этой скорости. Видно, что есть определенное совпадение в том смысле, что в конце концов скорость в трехмерном расчете установилась вот там, ну, на уровне десятки, так скажем, по сравнению с нормальной. Здесь тоже скорость отличается в два раза. А в сверхновых нам по расчетам уже всей звезды, вот с помощью такой же модели, но с учетом всей физики белых карликов, получается, что пламя ускоряется всего до пяти процентов от скорости звука. А для перехода в детонацию нужно до тридцати процентов от скорости звука. Ну, то есть гораздо-гораздо быстрее, там еще в шесть раз ускорить. Это означает, что вот эта модель, вот есть различные варианты там этих аппоксимации для турбулентных скоростей, они дают разные результаты. Вот они, вот они показаны. Но при этом различие между ними небольшое. Это не позволяет описать переход в детонацию в настоящее время, ну, в среднем, по звезде. Вот даже в этой модели. Значит, ну, в основном вот заключение. То есть, для того, чтобы рассчитывать горение сверхновых нужны модели. Существующие модели пока что не описывают переход в детонацию. И вот какие-то... Эта работа, эта попытка проверить имеющиеся наши модели. Ну, вот мы видим, что там различия, ну, в два раза. Но не в десять раз, которые нам необходимы для, там, разных моделей, которые имеются. То есть, пока что объяснения нету. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос такой. Вы сказали, что это в среднем не получается в шесть раз. Но если есть в каком-то месте... Значит, правильно. Правильно. Да. Вот сейчас, как раз, там, в Гархинге, в основном, идут немножко по другому пути. Значит, вот здесь я показываю модель, которая описывает, как пламя действительно в среднем по звезде себя ведет и до скольки она ускоряется. Звезда очень большая. Турбулентность имеет, там, это целый каскад от масштаба, там, порядка радиуса звезды до маленького масштаба диссипации, который, там, сравним с этой толщиной пламени. Действительно, так как это такой случайный процесс, турбулентность, может возникнуть критический объем, некий, очень маленький, но с очень высокими скоростями турбулентными, где произойдет переход в детонацию. Значит, и его просто надо очень аккуратно посчитать. Аккуратно посчитать вероятность возникновения этого объемчика. Значит, это, вот, это другая работа, которую тоже надо проводить. И это то, как немцы, вот, в Гархинге пытаются объяснить эти сверхновые. Здесь я обсуждаю только свойства пламени сейчас в среднем. Потому что его тоже надо понимать. Вопрос не будет. Все, кто-нибудь еще хочет? Можно? Я не знаю, это, примерно, то же самое, что Женя спросил, но только по-другому. Вот как первые звезды открыли симуляторы? Они же не просимулировали мегапарсек. Они симулировали сперва-то в 10 мегапарсек, но потом в перспективных областях они делали отдельную коробочку и в ней симулировали. Находили еще более перспективные области. Почему такой очевидный подход не применяется на биопарсек? Потому что здесь есть пламя. Оно там порядка радиуса звезды. И оно за счет этой турбулентности... Вот там, например, будет на какой-то стадии... Все то же самое. На какой-то стадии будет вот там, такой режим пламени. Когда оно просто... Оно просто сильно искривлено. Но надо уметь считать сильно искривленное пламя на масштабе всей звезды. С одной стороны, пытаясь... Как бы нужно его... Они же звезды не формируют во всей Вселенной. Во всей Вселенной они начинают, а потом в перспективных областях делают отдельную симуляцию с более высокой... Правильно, правильно. Но, грубо говоря, там на пламя в одной точке звезды влияет поведение пламени в другой точке звезды. Поэтому надо, как бы, в среднем все, все считать. Надо уметь с помощью некой... А? Торение дозвуковое. Торение дозвуковое, правильно. Но турбулентность рождается во всей звезде. Как бы всей пламенем во всей поверхности. Ну, по всей своей поверхности. Спасибо. Я попробую рассказать об эволюции множественных вспышек сверхновых. То есть это тоже... То есть это не эволюция на масштабах одной сверхновой. Это эволюция на галактических масштабах. И вот представление это... Известная галактика М82, в которых формируется галактический ветер. И вот попытка понять направление того, как формируется галактический ветер. Ну, собственно, обратимся сначала к тому, что мы видим эти галактические ветра. Но в том, что они существуют, можно еще убедиться на том, что на эволюции тяжелых элементов, тяжелые элементы или металлы выбрасываются из массивных звезд на масштабах порядка одного парсека. Потом происходит какой-то каскадь переноса. Перенос из оболочек в сверхоболочки. Галактические стечения, ветры и масштабы распространения металлов достигают вплоть до одного мегапарсека, поскольку они наблюдаются даже в войдах. Вот, например, наблюдение. Это галактика на Z2,3. То есть это не галактика, а окрестности галактики. Окрестности порядка полумегапарсека, и они наблюдают действие металличности, ну, разброс металличности от межгалактической, соответствующей, до распространенности солнечной, то есть соответствующей межзвездной среде. Насколько далеко это по красным смещениям? Ну, это вот наблюдение даже до Z6, то есть металличности вплоть до солнечной наблюдается на больших кратных смещениях. Не так давно еще одним доказательством существования этих галактических ветров стало то, что лучевые концентрации, достаточно высокие лучевые концентрации V6, наблюдаются вплоть до 150 килопарсек вокруг галактик, что свидетельствует о том, что каким-то образом газ, обогащенный газ выбрасывается из галактик. Ну, понятно же теперь, что, собственно, вспышки звездообразования, свидетельствует приводит к образованию галактических ветров, ну, соответственно, это множественные вспышки сверхновых, были какие-то модели, изначально это модель ветра, потом перешли к моделям механической светимости. Не так давно, одна из первых работ Айвелеса и Брачферта была по отдельным вспышкам сверхновых, которые могут формировать галактический ветер. Понятно, что это достаточно ресурсоемкая задача, она только, ну, вот в таком виде решается только вот в последние годы. Собственно, для больших симуляций, для больших моделирований это является подсеточной физикой, и люди часто используют какие-то массовые соотношения. Понятно, что формирование галактического ветра связано с когерентностью вспышек сверхновых, то есть сначала сверхновые должны как-то перекрыться между собой и сформировать галактический ветер. То есть простые соотношения — это то, что время охлаждения должно быть меньше, чем время радиостанового остывания. Ой, что-то я не то сказал. То есть вначале должно перекрываться, а потом охлаждаться. То есть они не должны перекрываться уже холодными. Простые оценки дают ограничения на темп числа сверхновых. Но с другой стороны, сохранение энергии должно приводить к сохранению импульса. И вот здесь как-то схематически показано то, что вначале энергия более-менее постоянно, потом она падает. То есть время охлаждения должно быть меньше, чем время динамического. Ну и здесь какие-то оценки на эти времена. Более того, то есть время охлаждения сильно зависит от металличности. И вопрос в том, насколько хорошо перемешиваются металлы, здесь остается открытым. Вот простой расчет. Мы берем для понимания 15 стеркновых, и одновременно их взрываем в объеме 200 кубических парсек. И смотрим на фактор заполнения горящим газом. Ну, понятно, что постепенно они как-то перекрываются. Если время перекрытия, порядка времени радиационного остывания, потом постепенно газ будет охлаждаться. Ну, понятно, что сверхновые взрываются все одновременно. Они взрываются как-то последовательно. И если время перекрытия, порядка времени охлаждения, то происходит вот как-то вот таким образом. И общая энергия падает достаточно быстро, но формируется единый пузырь. Тоже за короткое время. При достаточно разреженных вспышках наблюдается такая пила. Оно-то, конечно, тоже в конце формирует такое вот... То есть фактор заполнения достигает почти единицы. Но если мы немножко увеличим расстояние между... Время между вспышками сверхновых, соответственно, фактор заполнения будет чуть-чуть на меньше единицы. И мы не получим никакого ветра. Ну, вот здесь вот показаны, так скажем, схематические... Ну, и вообще-то это трехмерный расчет. То есть это для трех темпов вспышек сверхновых. Показана эволюция плотности. Здесь достаточно компактное распределение сверхновых. Здесь они взрываются в большем объеме. Соответственно, они взаимодействуют между собой, образуются какие-то перекрытия, теряется энергия. Ну, и, соответственно, это влияет на эффективность образования ветра. Ну, вот если провести такую серию расчетов для различных темпов вспышек сверхновых, в конце концов, мы получим некое... Через какое-то время они перекрываются, и мы получаем некое насыщение. Причем насыщение фактически соответствует перекрытию, то есть перкаляции сверхновых, перкаляции горячего газа. Можно получить для доли, объемной доли горячего газа, вот такое соотношение пропорциональное темпу вспышек сверхновых и плотности окружающей среды. Собственно, можно то же самое сделать, неважно, в периодических граничных условиях, то есть это большой... это часть большого диска галактики, достаточно толстого, или это вспышки вскоплений. Видно, что при одном и том же темпе вспышек сверхновых, мы видим, что происходит насыщение на том же уровне, то есть отношение к кинетической тепловой энергии, тепловой энергии и к инжектируемой энергии, оно примерно имеет похожую эволюцию, то есть, не вдаваясь в подробности, как-то... законы примерно одинаковые. Значит, то есть, собственно, существует два характерных времени. Это время перекрытия, время перколяции сверхновых, и время исчерпания ветра, то есть, собственно, сколько массы газа, то есть, с каким-то темпом звезда образования может происходить... то есть, сколько сверхновых может дать данный объект, данная галактика. Ну и, вероятно, если сравнить эти два времени, то можно получить ограничение, что сверхновые начинают действовать коллективно, то есть, происходит запуск ветра при вот таком соотношении, вот, соответственно, на таком темпе вспышек звезда образования. В принципе, как-то похоже для нашей галактики, ну, может быть, недостаточно для М82. Стоит обратить внимание, что не так давно, ну, вот в этом году, исходя из наблюдений, достаточно большого количества ветров в галактиках, было сделано, Блендхаутерном было сделано заключение о том, что между вспышкой звездообразования и началом ветра происходит задержка. Задержка порядка 10 миллионов лет. Ну, вот вопрос это совпадение, это перкаляция, это сверхновых, или это что-то еще. Ну, будем надеяться, что мы правильно понимаем физику. Понятно, что все это может как-то наблюдаться и как-то проявляться в наблюдениях. Ну, вот одним из, можно считать рентгенов, скажем, ну, счетимость в мясном рентгене, смотреть, как она зависит от, ну, поскольку газ горячий, порядка нескольких миллионов градусов. Ну, вот можно в последнее время наблюдать очень много ну, есть много наблюдений ионов О6 и О8. Значит, ионы О6 это, так скажем, трассируют газ с температурой порядка 3 на 10 в 5 кельвинов, О8 на порядок больше. Ну, и вот для тех самых расчетов можно построить статистику лучевых концентраций, статистику отношений лучевых концентраций О6 к О8, то есть это вот для большого, то есть это зависимость от времени, для большого темпа вспышек сверновых и для маленького, ну, для меньшего, так скажем. Соответственно, молодые остатки это недостаток вот теплого газа, избыток горячего газа, если лучевые концентрации порядка, это отношение лучевых концентраций порядка единицы, то есть это соответствует переходу на радиационную фазу, и если отношение много больше единицы, то это соответствует старым остаткам. Вот в случае с большим теплом звездообразования видно, что сохраняется достаточное количество лучевых областей с лучевыми концентрациями, ну, удовлетворяющим, что это молодые остатки и возможно, это уже из наблюдений, из вот таких вот соотношений можно говорить об условии когерентности, что вот отношение ионов, если оно меньше единицы, то у нас в галактике сформированы условия для запуска ветра. Ну и выводы. Сочет, проведено исследование, моделирование, полученное коллективное действие остатка сверхновых эффективно тогда, когда они перекрываются, то есть перекалируют, была найдена зависимость, ну, такое соотношение для эффективности нагрева, то есть это остаток тепловой энергии от сверхновых в среде, найдено, что перколяция остатков соответствует примерно вот такому времени, и как бы предложено некое необходимое условие для формирования галактического ветра. и это соответствует перколяции остатков до того, как закончится вспышка звездообразования. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Другие вопросы к докладчику? Скажите, а вот там вы сказали на кубе 300, 200 парсек, на самом деле написано было 200 в кубе, то есть это значит, что на самом деле не 200 парсек, а гораздо больше объема. Да, да, да. Кубических, правильно? То есть на самом деле это объема объема. Да, да. То есть сегодня это небольшое объема объема. Ну, да. Нет, нет, нет. Ну, я имею в виду для данных. А проверено это для каких-то, так сказать, вот областей в нашей галактике? В нашей непонятно ветер он есть или нет, а вот для М82 для некоторых галактик в принципе вот те плотности и те темпы вспышек и звездообразования, которые наблюдаются, они в принципе более-менее удовлетворяют этим условиям. вопрос просто в том, что мы не видим вот того момента запуска этого ветра и мы не можем ну вот из наблюдений, но вот только основываясь на статистике вот Бленд Хаутерн смог что-то сказать о том, что вот какие-то задержки есть. я к чему это спрашиваю потому что есть работы же старые очень работы по H1 там которые говорят о сверхоболочках H1 которые ясно что уже на самой последней стадии эти вот мы видим что-то последнее то есть уже все высветилось уже вся стадия уже прошли уже горячие осталось только что-то такое самое-самый-самый дальний след но оболочки очень большие в нашей галактике это небольшие истечения но вот то что последние это были то что я знаю ну вот H1 это понятно классика а вот есть последняя работа это Локмана потом то есть они фактически показывают ну вот вопрос о том что это соответствует ли это зарождению ветра или это все-таки просто небольшое истечение типа фонтана да ну хорошо кто можно у меня полу вопрос полукомментарий я хотел сказать почему то что нам сейчас рассказали жутко интересно вот вчера мы слышали что есть оценка сверху на межгалактическое магнитное поле 10-9 предполагает предполагает дегерентность из межапонсек с другой стороны нейронов и семикоз с помощью моделирования блазаров показали что есть оценка снизу 10-15 гаусс и это войдах теперь а чему оно равно на самом деле вопрос очень важен для космических лучей для инфляторов для разных которые пытаются primordial modern field делать на самом деле дело в том что если ваши ветры если никакой войд по-настоящему не является войдом если хоть чуть-чуть этих ветров туда прилетело то простые энергетические оценки дают магнитное поле в районе 10-10 гаусс в том смысле что нет и надежды что поле такое маленькое как нижняя оценка нейронова и семикоза то есть но почему это полувопрос так есть войды которые действительно войды куда никто не прилетел за все время жизни вселенной ну то что последние насколько я знаю последние наблюдения они обнаружили то есть ну в частности наблюдения даже ну группы Караченцева показывают то что войдах наблюдаются галактики да они изолированные эти галактики тут даже не обязательно чему-то лететь меня волнуют ветры нет там виталийсики большой вот вопрос в том что я не знаю вот следующих оценок то есть металличность в войдах она определяет может ли она определяться теми карликами галактиками которые существуют или теми которые прилетели но с другой стороны энергетики которая дает мощные вспышки в галактик в стенках ну кажется недостаточно чтобы туда долетела но достаточно ли карликовых галактик там тоже непонятно то есть вопрос остается открытым последний вопрос естественно что массивные звезды любят рождаться в крупных облаках газа и в таком случае поскольку они взрываются довольно рано возможно этот газ остается где-то рядом вот возможность наличия таких клампов газа учит оскорков этих здесь нет но в другой работе было исследовано вспышкой изолированной одной сверновой в облачной среде там показано там получалось следующее что чем больше фактор заполнения тем понятно все это будет тормозиться раньше все но там есть свои специфические эффекты как то например лучшее перемешивание металлов за счет турбулентных каких-то течений возникновения турбулентных течений ну и потом идея в том что если мы возьмем вот среду однородную а потом как-то ее соберем то получается что в однородной среде остаток вот одной и той же массе в однородной среде остаток будет существенно меньшего размера чем если мы вот эту же среду соберем в клампы потому что ударная волна будет проходить между ними и распространяться дальше но реальная картина именно вторая ну да и больше да спасибо а 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 спасибо и добрый день а я уже третий раз в этом зале в этом году рассказываю про сверхновую поэтому заранее извиняюсь перед теми кто слушал все это речь пойдет о гамма-излучении сверхновой типа 1а сверхновой галактики 82 и вот есть две статьи одна которая уже опубликована одна которая выйдет в 2015 году надеюсь вот это авторы этого доклада ну и поскольку на плакате конференции присутствует эта сверхновая вот я не мог отказаться и не сделать на этой конференции доклад про эту сверхновую значит что у нас сейчас состоит какая обстановка со сверхновыми сверхновых открывается очень много сотни в год вот за этот год показано кусочек таблички значит отчет начинается здесь самая первая сверхновая 2014 года называется 2014 а потом б, ц и так далее потом аа а б а потом б а и так далее вот значит сотни из них и вот я буду рассказывать именно про эту и почему она из этой сотни такая интересная и хорошая ну во-первых это сверхновая 1а а второе вот если вы посмотрите на звездную величину здесь вот эта звездная величина она 10 с половиной она гораздо ярче чем остальные сверхновые в этом списке и это не случайно потому что она близкая она произошла в галактике м82 у которой есть другое название NGC 3034 вообще как часто взрываются сверхновые 1а в нашей галактике ответ значит раз в 100 или 200 лет примерно вот с такой примерно неопределенностью и действительно локальная сверхновая последняя в нашей галактике произошла в 1604 году на расстоянии меньше 6 килопарсек это были во времена Бориса Годунова ну и вот прошло 410 лет ну нельзя сказать что ничего не изменилось ну там да в стране ну я могу сказать что курс рубля к доллару изменился примерно в тысячу раз я вчера оценил к современному доллару потому что копейка московская серебряная была 068 грамма серебра значит рубль соответственно 68 грамм серебра если по курсу посчитать примерно 30 долларов современных серебро было как в долларе сейчас нет да 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 все правильно все правильно все правильно да и еще одно большое изменение которое произошло это появились спутники которые могут наблюдать в гамма диапазоне и вот с тех пор когда появились спутники вот есть список из близких сверхновых которые произошли в нашей окрестности ну вы видите здесь расстояние от 3 с чем-то мегапарсек до 6 мегапарсек почему это такие вот расстояния почему они типичные это понятно вот если посмотреть на карту как распределены объекты как распределены галактики вокруг нас вот значит млечный путь где-то здесь вот это андромеда здесь потом идет пусто все а потом начинаются галактики вот большая группа галактик вот это вот каждый кружок здесь это 5 световых лет то есть примерно полтора килопарсека если взять скажем обзор локальной вселенной Караченцева и просто проинтегрировать звездную массу то окажется мегапарсек 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 пардон да миллионов световых лет значит то получится что значит вот если наша галактика вот этот маленький кружок раз в сто лет то когда кружочек захватывает Андромеду то получится в два раза чаще 50 лет а вот если вы уйдете на три с половиной мегапарсека то тут уже раз в 15 лет и 15 лет уже приемлемая цифра и вот поэтому именно поэтому мы ожидаем что на время жизни даже не астронома а там начиная со студенчества до скажем там докторской депутации вы можете вот наблюдать сверхновое полная звездная масса внутри вот этого да это просто я взял в три раза больше чем в локал групп нет вот в рамках этого ну если хотите у меня есть конкретный график просто посчитано кейбенд люминозити для каждой галактики просуммировано кумулятивное и поделено на соответственно светимость в к диапазоне галактики вот наша галактика м Андромеда м31 добавляет дворьку вот где-то здесь это это раз шесть по-моему или восемь а дальше все идет однородно ну вот значит теперь что касается ближайших сверхновых которые вот на в космическую эпоху это было две это сверхновая второго типа то есть массивная звезда мегеланом вулки это это растет не со звездной массой вероятность найти их ас с темпом звездообразования и сверхновые 1а в галактике м82 и как это неудивительно была близкая сверхновая сейчас я вам покажу в 93 году но это она не была вот это вот это лучшее лучшее из тех ближайшие из тех то есть ближе хорошего ничего не было ну вот значит и как это неудивительно каждый раз когда взрывалась сверхновая второго типа в 87 году в нашем распоряжении была обсерватория мир квант и вот этот вот спектр который был получен первое детектирование в жестком рентгеновском диапазоне рентген от коллапса массивной звезды 20 марта солнца и вот такой замечательный спектр а когда взорвалась сверхновая первого типа в галактике М-72 у нас была обсерватория интеграл это уже не массивная звезда а это взрыв белого карлика вот значит спектр вот изображение вот этот спутник интеграл как-то удивительно повезло два раза и это очень хорошо вот об этом я и буду рассказывать значит сама по себе сверхновая это была открыта 21 января в Лондоне несмотря на туман и облака вот крохотным телескопом вот такого диаметра совершенно случайно и на самом деле оказалось что наблюдение маленькими телескопами этой области уже были и удалось восстановить реальную дату взрыва это 14 января значит все замечательно расстояние примерно 3,5 мегапарсека если верить оценкам расстояние до М-82 есть небольшая там свобода достаточно яркая но проблема в оптике то что поглощение достаточно сильное там примерно две величины с точки зрения гамма-астрономии это первый шанс зарегистрировать истинно гамма-излучение от такого события значит вот Семен Глазырин уже говорил про сверхновые 1а я немножко повторю значит белый карлик это конечная стадия эволюции сравнительно маломассивных звезд после прогорания водорода и всего в ядре образуется углерод и кислород для маломассивных звезд оболочка сбрасывается и вот мы имеем белый карлик с радиусом порядка 10 тысяч километров с массой скажем начальной полмассы Солнца и который состоит из углерода и кислорода эта система поддерживается давлением выраженного электронного газа и может жить вечно если вы с ней ничего не сделаете если вы начнете добавлять массу к такой системе то оказывается что существует известный предел Чендрессикара 1,4 массы Солнца который просто сводится к тому что по мере добавления массы плотность вещества плотность электронов растет в какой-то момент фермерская энергия становится релятивистской и в этот момент уравнение состояния меняется от давления профессионального рост степени 5 третей переходит в более мягкое уравнение состояния давление профессионального плотности степени 4 трети и такая система не может сопротивляться гравитации она должна коллапсировать и по крайней мере имеет право коллапсировать значит вот белый карлик предположим мы добавили к нему массу так что она дросла с лекарского предела и теперь два варианта у этого белого карлика либо превратиться в нейтронную звезду поскольку он не может сопротивляться гравитации либо взорваться потому что на самом деле это большая термоядерная бомба стоит из кислорода и углерода и это вещество может взорваться и при синтезе из углерода и кислорода в более тяжелые элементы вы можете выделить порядка мофононуклон а мофононуклон это много этой энергии достаточно чтобы разбросать все это вещество со скоростью примерно 10 тысяч километров в секунду ну и соответственно вот опять картинки которые показывал Семен значит это была чистая физика а вот это уже астрофизика и значит вот два есть классических сценария это аккреция вещества добавление массы путем аккреции вещества звезды компаньона или слияние двух белых карликов вот два классических сценария вот часть автора сидит здесь вот есть еще более такой свежий сценарий когда вместо слияния в двойной системе где два карлика вращаются друг относительно друга и теряют орбитальный угловой момент за счет излучения скажем гравитационных волн есть еще вариант столкновения белых карликов в второй системе когда вам ничего уже не нужно просто они в второй системе летают по таким не совсем регулярным орбитам в какой-то момент они могут столкнуться это с точки зрения неустойчивости а вот эту идею часто развивает Кушнир Донг и другие люди вот значит теперь про горение немного рассказывал Семен Глазырин там много вопросов чисто по физике как происходит зажигание этой термодельной бомбы то ли это действительно приближение к Чендерсикаровскому пределу то ли это если есть прямое столкновение ударные волны которые возникают то ли вы поджигаете какой-то тонкий слой на поверхности и потом распространяющая ударная волна все это поджигает и вопросы как идет режим горения там есть дефлаграция распространение пламени или детонация или сначала дефлаграция потом детонация вот это вот то чем занимаются люди которые моделируют все это дело значит есть несколько фундаментальных простых величин которые определяют главные свойства этих сверхновых 1а это первое это то что вы берете исходный углерод и кислород и превращаете их какие-то элементы более тяжелые в частности элементы группы железа значит ну мы знаем что самый лучший элемент это железо 56 в котором максимальная энергия связи нуклон но на самом деле в процессе горения образуется не железо 56 а образуется никель 56 это ядро с одинаковым количеством протонов и нейтронов которое вот среди этих типов ядер оно обладает максимальной энергией связи и его можно из альфа частиц грубо говоря набрать и сделать вот такое ядро а детали этого процесса на самом деле зависит от плотности замечательно вот выделяется эта энергия это не там скажем 06 или 08 мева нануклон каждый в процессе этого горения и вся эта энергия заключением небольшой доли которая уносится там нейтрино идет на разлет вещества то есть все разлетает со скоростью 10 тысяч километров все замечательно только это вещество чрезвычайно быстро остывает и оно просто становится холодным летит быстро но абсолютно холодно если нет внешней среды о которой можно стукнуться ничего светить не будет а почему же они светят они светят потому что мы сварили не железо 56 а мы сварили железо 56 который радиоактивен ну и вот здесь показана схематически картинка распада ну это кстати самое сложное было вот сделать эту картинку значит вот мне сказали что Саша Чикачихин в понедельник пользуясь моим отсутствием обвинил я в том что я вместо гидрономических симуляций использую фотошоп я хочу заявить что это неправда я не использую фотошоп я использую джимп для этого а значит то что я здесь сделал я нарисовал 28 синих шариков 28 красных шариков для никеля 56 если вы посмотрите один из красных шариков стал синим здесь это электрон кепчер во захват электрона протон превратился в нейтрон и при этом это на масштабе экспансиальный распад 9 дней при этом излучаются фотоны а вот еще один шарик красный стал синим это преобразование кобальта 56 в обычное железо стабильное железо 56 при этом там распада происходит и за счет электронного захвата и за счет бета плюс распада поэтому есть и фотоны и есть позитроны в частности ну так вот вот это весь распад происходит в расширяющейся оболочке которая сделана из всего того что прогорело это и железо и элементы средней массы и вот если фотон сможет пройти насквозь без взаимодействия то мы будем видеть гамма-излучение а если же фотон начал рассеиваться и поглотился то это энергия вот этого распада перешла в тепло нагрела всю эту оболочку и она начинает светить и давать вот это вот такое оптическое излучение которое позволяет вот регистрировать оптическим астрономам сверху новое это переработанное гамма-излучение в начале оболочка очень толстая поэтому все идет сто процентов идет на оптическое излучение ультрафиолетное потом инфракрасное а по мере того как оболочка расширяется расширяется она будет просто свободный разлет поэтому толща падает как ТФ-2 По мере того, как оболочка расширяется, все больше гамма-фотонов выходит напрямую, и все меньшая доля идет на оптическое свечение. Таким образом, что у нас есть? У нас есть три элемента из стандартной физики. Это предел Чендрисикара, который, если все просто, самая простая модель, задает нам начальную массу. Это 1,4 масса Солнца. Синтез углерода и кислорода в никель, или в другие элементы, тоже тяжелые, задает нам типичную энергию на нуклон в процессе горения. Это задает нам скорость разлета. А энерговыделение при распаде никеля и кобальта в железо выдает нам несколько мэлов на ядро. Здесь было мэв на нуклон, а здесь несколько мэлов на ядро. Гораздо меньше. Но именно эта часть позволяет нам видеть сверхновые после взрыва. Ну и вот эти вот параметры определяют нам, в принципе, оптическую толщу, комбинация массы и скорости разлета. И масса никеля определяет нам ту интенсивность гамма-излучения, которую мы ожидаем увидеть. Ну и проблема в том, что все сверхновые 1А до этого были слишком далеко, чтобы можно было надеяться на детектирование гамма-излучения. Значит, мы вначале сварили в основном самый главный радиоактивный элемент, который сварился, это никель-56. Значит, вот здесь показано время, а здесь отношение массы никеля, кобальта и железа к начальной массе никеля. Значит, мы начинаем с единицы и за 8,8 дней экспансиальный распад. Вот масса никеля уменьшается. Она уменьшается, но производит при этом радиоактивный кобальт. Радиоактивный кобальт, сначала его количество растет, но на экспансиальном периоде распада, порядка 111 дней, он превращается, кобальт превращается в железо. Таким образом, получается следующим образом. Вначале есть никель, потом есть широкая полоса, когда есть кобальт, а потом есть только стабильное железо. А вот это вот показано, это те дни, когда интеграл смог организовать наблюдение сверхновой. Значит, начинается это где-то на 17-й день после взрыва, ну и заканчивается на 162-м. С небольшими дырами вот эта дыра была связана с большой вспышкой на Солнце, которая испортила нам несколько дней наблюдений. Так вот, значит, при распаде кобальта в железо, значит, я еще хочу обратить внимание, что когда интеграл наблюдал, ну, как вы видите, это были остатки никеля и в основном кобальт. Поэтому самое главное, фокус наш, это смотреть линии кобальта. Вот картинка упрощенная распада кобальта в железо из работы Дмитрия Сахинча-Надежина. И вы видите, что в 19% это идет бета плюс распад, а в 80% это захват электрона. При этом образуются позитроны в 19% случаях, а кроме того, образуются две мощные линии. В 100% случаях распада образуется линия с энергией 847 КФ, и в 60-ти, в 70% образуется линия на энергии 1,2 МЭВа. Замечательно. Видим ли мы признаки? Вот, значит, три основных признака, три основных детали в спектре гамма-излучения, которые мы должны видеть. Ну вот, давайте возьмем просто данные интеграла и построим изображение области М82 вблизи линии 847 КФ и вблизи линии 1,2 МЭВа. Вот там крестик, который плохо здесь виден, это положение сверхновой, ну а вот эти вот контуры показывают значимость детектирования. Вы видите, каждый раз мы видим источник ровно на том месте, где он должен быть, и значимость где-то 4,5 С в каждой из этих линий. То есть мы действительно видим сверхновую, и мы видим вот такой вот замечательный спектр. Это энергия, это поток, вот показаны точки, разброс большой, потому что, несмотря на то, что она так близко, для гамма-обсерватории это по-прежнему очень-очень слабый источник, совершенно на пределе детектирования. Вот две замечательные линии, это 847 КФ, а это 1,2 МЭВа. Ну а вот черная кривая, это модель, достаточно простая модель, которая вот предсказывает. И вот видите, там где мы ожидаем видеть пики, там мы их и видим. Значит, в отличие от оптического диапазона, где видимые, наблюдаемые спектры определяются сложным взаимодействием вот нагрева, ионизации и переноса в оптических линиях, в гамма-диапазоне все очень просто, и вы можете это просто, достаточно просто просимулировать без каких-то сложностей. Вот самая простая модель, предполагает, что есть гаммологичное расширение, то есть все разлетается свободно. Предположим, что мы перемешали все элементы для простоты в пределах сверхновой, однородно. Значит, по массе примерно 60% никеля и элементов группы железа, ну и в дополнение есть кремний и сера. Задали некий профиль скорости, который получается примерно в расчетах некий универсальный. И вот мы создали модель расширяющейся оболочки, в которой происходит энерговыделение, вот выделяются гамма-кванты, которые потом взаимодействуют с расширяющейся оболочкой. Это контентское рассеяние, это фотопоглощение. Вот такие простые процессы, которые мы можем моделировать. И вся эта система, вот в этих предположениях, она характеризуется всего тремя параметрами. Это масса никеля радиоактивного, которая обеспечивает нагрев. Исходная масса никеля, которая распадется в кобальт, а потом в железо. Это масса всей оболочки, которая определяет, насколько будет велика оптическая толща, насколько эти гамма-фотоны будут рассеиваться и поглощаться. И скорость расширения, которая описывает, как будет толща это меняться со временем. Вот, и вот мы возьмем эту такую простую модель, и давайте посмотрим, что мы ожидаем от этой модели. Вот, значит, у нас есть распады, они производят гамма-кванты и позитроны. Что происходит с гамма-квантами? Если, значит, гамма-кванты входят напрямую из оболочки, то мы будем видеть широкую линию. Широкую, потому что все это разлетается со скоростью, характерной, 10 тысяч километров в секунду. Если фотон, гамма-фотон, прежде чем выйти, стукнулся об электрон, то за счет отдачи, это все-таки большие достаточно энергии, электрон получает энергию отдачи, а энергия фотона уменьшается. И вместо того, чтобы видеть линию, вы увидите этот фотон на гораздо меньшей энергии. Кроме того, если вы рассмотрите, значит, энергия отдачи зависит от угла рассеяния, поэтому иногда линия будет свещаться вот сюда, при рассеянии на 180 градусов, а иногда будет она свещаться совсем немного, когда рассеяние на малый угол. Поэтому, значит, вот за счет рассеяния формируется континуум. Ну, а на совсем маленьких энергиях включается фотопоглощение. Это все-таки железо, кремний, то есть это вот такое вещество, которое очень хорошо поглощает. Ниже 100 КФ все поглощается за счет просто фотоэффекта. Это что касается гамма-фотонов. Теперь, что касается позитронов, которые образуются в 19% распадов, то тут ситуация немножко другая. Их начальная энергия примерно 600 КФ в среднем. Ну и дальше с ними происходит такая история. Они сначала не кричат, как в докладе у Андрея было, когда электроны кричали. Они терпят и теряют свою энергию, пока она не станет порядка нескольких электрон-вольт. После этого позитрон захватывает электрон и формирует атом позитрония. Значит, как атом водорода, только вы протон заменили на позитрон. И чисто по статусам образуется либо синглетное состояние с нулевым спином, вот такое вот, которое живет 10 минут на 10 секунды и распадается на два фотона, каждая с энергией 511 КФ. Значит, это должно приводить к появлению узкой линии. Ну, узкой она может быть расширена за счет, опять, эффекта Доплера за счет расширения общего. Или в трех четвертях случаях образуется триплетное состояние, когда спины параллельны, и правила отбора запрещают распад на два фотона, вместо этого такая вот система распадается на три фотона. И вы видите, конечно, один из этих фотонов, и вы видите континуум вместо узкой линии, вы видите вот такой треугольный континуум. Значит, это вот то, что мы ожидаем в такой простой картине. На самом деле, мы именно это и видим, мы видим реально в нашем центре галактики с тем же самым интегралом вот такой характерный спектр вот из этой области, узкая линия плюс вот такой треугольничек. Да-да. Вот. И, значит, если вы это соедините все, простое такое моделирование, то ожидаемый спектр выглядит следующим образом. Вот это вот на 75-й день после взрыва. Вот черная кривая – это полный спектр, который вы ожидаете, который составлен из, вот, в частности, двух сильных линий от распада кобальта. Это еще одна, которая чуть более слабая. У каждой этой линии есть свой хвост за счет комтонского рассеяния, который убит на малых энергиях за счет фотопоглощения. Значит, вот каждая линия имеет такой хвост. Плюс есть линия аннигиляции симметрного состояния позитрония, это 501 СКФ, и трехфотонный континуум. Вот он показан здесь зеленым. В сумме получается вот такая черная кривая. И, значит, вот это уже вы можете сравнивать напрямую с наблюдениями. Значит, вот показана опять эта подобная модель, эта энергия, это поток, это наблюдение двух разных приборов. Значит, здесь вот это 100 КФ, 500, МФ. Значит, вот это данные двух приборов, а вот это вот модель черная, которая получена. Вот главные две особенности, две главные линии. Это линия 501 СКФ, а вот это вот континуум. Этот континуум формируется на 50% за счет комтонского рассеяния. Высокоэнергичные фотоны просто теряют энергию. И на 50% за счет аннигиляции позитронов. Вот здесь показана вот эта часть немножко выше. Вот это полная модель, а это вот это зеленое, это вклад ортопозитрония, трехфотонного континуума, а это континусское рассеяние. Вот они примерно 50% вносят. И, значит, без каждого из этих компонентов мы бы не смогли объяснить этот полный поток. Вот, значит, если вы возьмете простую самую модель и попробуете там пошевелить параметры, это масса никеля, масса исходного объекта и скорость расширения, и сравните со спектрами, то вы получите, что масса никеля примерно 0,6 массы Солнца плюс-минус 0,1. Замечательно это то, что предсказывают простые модели. Масса всей оболочки всего карлика исходного, 1,3 массы Солнца с большой ошибкой, то есть это включает Чандросикаровскую массу. И скорость разлета, это, на самом деле, параметры, которые реализуют скорость разлета, его нужно умножить на корень из 12, чтобы получить среднеквадратичную скорость. Это 3000 км в секунду. Это именно то, что, собственно, предсказывается простыми моделями. Вот. Значит, ну, это простая модель, которая трехпариметрическая, совершенно такая игрушечная модель, которая основные параметры охватывает, но она, конечно, нереалистична. Вместо этого можно взять и рассмотреть полные генетиномические расчеты вместе с нюклеосинтезом, которые делались. Они тоже, как всегда, любые расчеты, они неполные, тем не менее, там, по крайней мере, самосогласованно сделаны и генетинамика, и нюклеосинтез. Вот здесь показано несколько таких популярных моделей, начиная с моделей, знаменитой модели W7 на МОТО и КОЛЕК. И, значит, это начальная масса никеля, это масса исходного белого карлика, это энергия взрыва, а вот это вот, это улучшение критерия хи-квадрат при включении эту модель по сравнению с гипотезой, что источника какого нет. Значит, чем больше это значение, тем лучше данные согласуются с моделью. Вот вы видите, что, значит, есть несколько моделей экстремальных, которые не согласуются, они плохо описывают данные. Одна из них, это модель чистой детонации, значит, вы берете белый карлик и сразу пускаете ударную волну, и весь белый карлик превращается в никель целиком. Получается железная звезда, которая производит такое количество никеля, которое превышает намного то, что мы видим. А эта модель, это Сапчин-Дресикаровский белый карлик. Там масса гораздо меньше, начальная, чем 1,4 масса, и количество никеля просто маленькое. Значит, они не проходят. А вот это все модели, они отличаются различными режимами горения. Вот в частности, модель W7, это чистая дефлаграция, но в одномерном режиме. Поскольку она в одномерном режиме, там нет конвекции, которая, собственно, делает при трехмерных расчетах, называет сложность. Но в одномерном случае дефлаграция прекрасно описывает. А вот эти вот модели, это сначала идет дефлаграция, потом детонация. Вот о переходе в этот режим рассказывал Семен Блазырин. Вот все эти модели, вообще говоря, описывают неплохо данные интеграла. Давайте, значит, тогда я, поскольку времени нет, я перейду к выводам. Значит, первое, то, что мы напрямую видим линии кобальта. И, то есть, вопрос о том, что сперхмаводинарный взрыв можно считать закрытым. Таким его считали уже много лет, но сейчас есть просто последняя печать. Значит, мы видим эти линии, мы можем мерить массу радиоактивного никеля, которое получается 0,6, масса Солнца примерно, что согласуется с простыми моделями. Скорость расширения, пересчитанная на среднюю квадратичную скорость, примерно 10 тысяч километров, что напрямую говорит о том, что эффективность горения выделяет примерно 0,6 мева на нуклон, то, что ей нужно. И, по нашим оценкам, хотя это определено с большой ошибкой, начальная масса, это примерно 1,3 массы Солнца, что соответствует примерно Чендерсикаровскому пределу. И мы видим, что происходит аннигиляция позитронов через формирование позитрония. Что мы по-прежнему ни на что не можем ответить. Мы не можем ответить, как образовался этот, это сверхновое. То ли это одиночная звезда, то ли это все-таки слияние двух карликов. У нас все, что мы делаем, оно совместимо с одиночным сценарием, но и двойное исключить мы не можем. На самом деле, за исключением экзотических, не экзотических, а ситуации, когда есть мощная асимметрия. Вот тогда это мы можем исключить, и Ильфан в следующем докладе будет говорить, наверное, об этом. Значит, вот по гамма-данным, линии более-менее симметричны, и они не показывают, например, каких-то мощных двух горбов, которые бы говорили о том, что есть большой какой-то угловой момент, и все это так неоднородно выходит. Что еще предстоит отследить, и что будет интересно проанализировать, это с какой вероятностью позитроны выходят из сверхновых 1А, и можно ли это как-то ограничить с помощью наших данных, потому что они нам нужны, чтобы производить аннигриацию позитронов в галактике. Спасибо, я закончил. Пожалуйста. Жиль, вот свои конечные неопределенности, вот, например, по массе никеля, будет ли как-то неопределенность в расстоянии? Нет, она не входит в неопределенность в расстоянии, да, неопределенность в расстоянии примерно от 3,3 до 3,5 мегапарсек, соответственно, все эти факторы нужно учитывать, там, процентов 15, может быть, неопределенность, связанная с этим. Это здесь не учтено, но, значит, то, что мы делали, мы сказали, давайте предположим, что мы, вот, до сих пор мы, вообще свободных параметров нет. Мы предсказываем спектр, считая расстояние знаем, и мы сравниваем прямо этот спектр с наблюдениями, да. Вот оказывается, что тогда, вот, те значения, вот, хи-квадрат, которые я преуходил, это вот без свободных параметров. Если добавлять расстояние, как свободный параметр, то тогда оказывается, что даже, ну, хуже все равно, но даже вот эти вот модели, Сабчин-Дресикаровскую и чистую детонацию можно, в принципе, дотянуть. Потому что, на самом деле, самый главный параметр, который мы меряем, это именно потоки двух линий, да. И, значит, если взять, отодвинуть, примерно, ну, кстати, 15% не хватит, надо будет отодвигать гораздо дальше или приближать. Но, тем не менее, вот такая свобода есть. 15%, да, есть свобода, да. Пожалуйста. Массовые выборы, что вещество у вас 1,30, а кого ошибка, опять-таки, оценка? А она большая, она большая, вот, вот она здесь написана, то есть это 50% ошибок, поэтому можно засунуть две массы Солнца легко. К сожалению, последний вопрос. Да. Женя, какого уровня толщины, чтобы гамма формализовалась? Десятки тысячи, либо вы зарегистрировали гамму сразу, и это проверить нельзя. Нет, на самом деле, вот я еще могу показать гамма, естественно, мы не сразу. Давайте вам покажу какую-нибудь кривую блеска. Сейчас. Вот, например, кривая блеска, это диапазон 100-200 кФ. Это переработанное излучение, это позидронный континуум и коммтонское рассеяние. Вот наше первое наблюдение, ну, вот вы можете видеть, что, так сказать, есть некий рост, а потом такое экспенсальное падение. Вот это то, что мы видим. То же самое в линиях, мы видим, вот подъем, мы видим, вот таким образом. На самом деле, ситуация была такая удивительная, то есть Рашид Алиевич добился, что наше наблюдение будет где-то здесь, потому что не дали где-то здесь. И наш комитет согласился. Но в процессе обсуждения с ЕКО, то есть проблема была в том, что все хотели как можно раньше. Вот нам раньше не дали, нам дали данные вот здесь. Ну, именно здесь и... То есть, да, у ЕКО где-то на 50-й, да? Да, но на самом деле это зависит еще от энергии. То есть, чем больше энергия, тем легче, в принципе, выходит. То есть, сейчас я могу, наверное, показать... Секунду. Нет, я не могу показать. Давайте тогда лучше в кулуарах покажу, чтобы не задерживать. Все, я закончил. Мы решили показать некоторые предварительные результаты той работы, которую мы делаем на телескопе АТЭТ-150 в рамках поддержки интеграции к наблюдению и Сверхновой 2014 года. Ну, немножко мой доклад будет сумбурно, потому что мы сейчас готовим публикацию. То есть, я первый раз делаю доклад на эту тему по этой Сверхновой, и еще не все сложилось в голове, но постараюсь показать какие-то первые результаты. Значит, это казанская команда, которая принимала участие, извиняюсь, в наблюдениях обработки и наши коллеги, которые сейчас подключились к интерпретации тех результатов, которые мы получаем. Коротко, буквально два слова, для кого не знает. Полутораметровый теле РТТ-150 совместный международный проект с участием Казанского университета Академии наук Республики Тарстан, Институт космических исследований, государственной литературе Тибетак. Основная задача – наземная поддержка космических исследований, которые мы и решаем. И Рашталеевич, и Родион Булейин уже говорил о той работе, которую мы делаем по отреслению скопления планка. Ну, уже много лет мы поддерживаем интегральские наблюдения, об этом тоже рассказывалось. На днях состоялось замечательное событие. В 100 метрах отсюда был продлен соглашение по РТТ между участниками проекта. Так что ближайший период приходится на то время, когда будет летать СРГ, и мы надеемся осуществлять наземную поддержку этого проекта. Телескоп оснащен современным научным оборудованием, который включает спектрометр низкого разрешения, ПЗС-фотометры, спектрометры высокого разрешения. В данном случае прибор, который мы называем прибором низкого разрешения, Сайнт-объект спектрометра камера, на самом деле для данной задачи, о которой я буду говорить, это разрешение вполне даже высокое, потому что там, ну, сейчас это будет видно из картинок. Я здесь останавливаться не буду. Значит, здесь уже много было сказано, поэтому я тоже рассказывать не буду. Основная проблема, которая заключается в следующем. Да, есть сценарии, когда у вас набирается стандартная масса и происходит стандартный взрыв, стандартная светимость. Именно это обстоятельство позволяет вам использовать именно этот объект сверхного первого типа, который имеет в максимуме блеска минус девятнадцатую примерно звездную величину, а самые ярчайшие звезды галактики минус седьмая звездная величина. Других источников, для того чтобы оценить вам расстояние фотометрическими методами до галактик нету, поэтому используется... Есть, конечно, гамма-всклески более яркие, но там вы не знаете светимость точно. А здесь, исходя вот из этого предела, вы считаете, что у вас взрывается калиброванный источник. У этого сценария есть недостатки, потому что здесь могут быть и альтернативный вариант, как слияние двух белых карликов, в случае слияния двух белых карликов, вы на самом деле не знаете, какая масса взорвалась, и вы, вообще-то говоря, где не должны доказать, что у вас взорвалось. Взорвался одиночный белый карлик, который набрал массу, или это было слияние двух белых карликов. В данном случае я буду приводить спектры, полученные на телескопе РТС-150, для двух сверхновых. Это сверхновая М-101, ну, я буду ее короткой, одиннадцатого года, и сверхновая, вот эта самая, о которой Евгений Михайлович рассказывал. Со второй сверхновой, это вот сама сверхновая, здесь тоже вот сверхновая. Со второй сверхновой здесь есть проблемы, связанные с тем, что никто до сих пор не знает, какое на самом деле поглощение. Поглощение на самом деле зависит от длины волны, а не то единственное значение, которое Женя сказал. И поэтому мы вот пока на данном этапе приняли среднее значение, которое по литературе получается, значит, избыток цвета равно единичке, и спектры скорректированы с учетом этого обстоятельства. Ну, как правило, когда вспыщивают сверхновые, все бросаются, и все эти фабрики сверхновых получают кривые блеска. После получения кривой блеска, значит, кто-то успевает, кто, у кого больше телескопа, получают спектры. В данном случае это спектр наш сверхновый 2011 год, где мы видим действительно линию углерода, линию кислорода, подтверждающую, что взорвался углеродный кислородный белый карлик. Ну, поскольку расстояние до галактики известно, а в данном случае, выполнен точную фотометрию, вы можете оценить светимость. В данном случае это сверхновое действительно попадает в тот разряд, близкий к стандартным свечам. Для него не надо делать. Но если вы решаете космологические задачи, вот как вот картинка, по которой была, по которой была Нобелевская премия получена, здесь вы, когда ставите точки, и получаете из наблюдения звездной величины Вильдемея, вы руками задаете светимость, потому что, на самом деле, изначально вы не знаете, что у вас взорвалось. И вы должны доказать, что взорвался вот именно стандартный калиброванный источник. Вот теперь, если мы посмотрим эти две сверхновые спектры на 9-й день еще до максимума блеска, хотя все практически линии одни и те же, но, тем не менее, например, по скорости они различаются. И сверхнова 2014 года расширяется на первые дни на 3000 км в секунду быстрее. То есть не 10 км, не 10 тысяч км, как говорили вот здесь, а примерно 30. Это вот результат прямых измерений. Вроде бы, почему это либо энергетика, либо это диаметрия получила зрение, мы пока не знаем. Значит, Рашид Олеевич в октябре обратил наше внимание на работу, которая сейчас еще находится в Арксиве, я не знаю, она еще, наверное, не опубликована. Я убрировал. Да. И суть этой работы заключается в том, ну, не будем читать, значит, люди сделали следующее. Внимательно смотрели на архивы данных, спектров, полученных в нибулярной фазе. То есть не на максимум блеска, здесь, а вот примерно здесь 60 дней, 60, 60, 60, после 170, после 170 суток, после взрыва. То есть где-то вот на этих, на этих фазах. Видно, что даже для ярчайших, сверхновых, здесь уже достаточно слабые объекты, еще надо умудриться получить спектр хорошего качества для того, чтобы с ним что-то сделать. Сделать выводы. Люди, ну, эти коллеги, которых там, соавторы, они взяли 50 спектров из архива, 20 лучших спектров отобрали и в трех случаях из 20 обнаружили двугорбую структуру, двугорбую структуру в линиях, которая повторяется не в одной линии, а вот в нескольких линиях как кобальта, так и железа. А вот наша сверхновая 2011 года, здесь она вот зелено показана, она показана как вот для сравнения, что здесь вот одиночный профиль. При этом получается, что эти расстояния между пиками 5000 км в секунду, это в шкале, значит, лабораторной шкале длинного относительно галактики. В той галактике, где эти сверхновые обнаружены. Значит, этот результат был интерпретирован, что мы в случае этих трех сверхновых наблюдаем на самом деле по-видимому, это результат вот взрыва сверхновой 1А, которая образовалась в результате слияния двух белых карликов. Но при этом расчеты показывают, что, это их расчеты из этой работы, что на самом деле, вот как видно, образуется два центра, а не один. То есть не происходит полное перемешивание симметричного потом взрыва. А получается вот два центра, в которых у вас этот никель-56 образуется, и потом здесь и здесь он начинает раскладаться в кобальт, и все те последствия, которые мы потом видим в спектрах сверхновых. Вот. Если это так, то, значит, называется, приехали, здесь вот они построили модельные профили, как будет выглядеть спектры такой системы, если мы смотрим под двумя, ну, в зависимости от того, диаметрия на направлении этого разлета, в картинной плоскости и на луч зрения. И проблема заключается в том, что, да, в очень удачном, вот три они удачных случая нашли, и они увидели дугорбы, но все остальные, то есть другие критические случаи, когда будет взрыв двойной, двойного белого карлика, но вы видите, будете видеть звезду как, профиль как одиночный и симметричный, ну, в общем случае, по статистике вы будете видеть какие-то промежуточные варианты, когда у вас будет, не будет явно двугорбого, но будет какая-то асимметрия. И теперь в этой задаче заключается, с точки зрения наблюдения вы должны доказать, что это не верблюд, а что взорвался одиночный белый карлик, даже в том случае, если у вас линия выглядит как одиночная. А если она не одиночная и наблюдается какой-то промежуточный случай, то вы должны доказать, что это не есть ошибки ваших измерений отношения сигнал-шум, или это не есть эффект блендированности линии, что это одна и та же линия, скажем, кобальта или железа, просто смещенная на разную длину волны. То есть, с точки зрения доказательства, что взорвалось, задача очень сильно усугубилась и усложнилась. То есть, теперь вы должны на самом деле не просто получать спектры сверхновых максимум блеска, когда они удобные и яркие, а вы должны получать спектры сверхновых, когда они уже примерно через 100-200 суток, когда в 100 раз они уже ослабли. И получать спектры с хорошим, ну, с разрешением лучше, чем там 5000 км в секунду, например, 15 анкре, вот что мы получили, и с хорошим отношением сигнал-шум. Ну, вот здесь, значит, это те 4 спектра, которые они получили. Теперь, значит, по поводу наших наблюдений. Мы наблюдали по Рашталевичу, инициировал эту задачу, фактически, вот здесь, это ноябрь и декабрь, уже никто из любителей дальше ее не наблюдает, она слабая, тем более поглощенная. Ну, вот здесь, значит, в этой области, в районе 16-й величины, мы получали ее спектры. Так выглядят спектры сверхновых в небулярной фазе. Здесь видны уже совсем другие линии, в основном, это линии ионизованного железа, кобальта и гленды из кобальта и железа. Ну, вот здесь я, Рашталевич, просил показать эту картинку, вот эту, особенно эту часть, для рентгеновских астрономов, чтобы они видели, как изменяются, здесь спектры пока двух сверхновых, вот 11-го года и 14-го года, но полученные в разные фазы, вот за 180, примерно за 180 дней, как падает интенсивность линии кобальта и как при этом растут линии железа. Дальше, значит, я, это вот изображение теперь в ноябре, это галактики, получено на телескопе, само, значит, сверхновая, сверхновая, вот она, достаточно уже слабенькая, вначале она была ярче доминировала, здесь вот, сейчас она, проблема еще заключается в том, что когда вы получаете спектры этих объектов, вы должны фон убрать, а фон достаточно сильный, поэтому мало того, что вы должны получить спектр слабого объекта, вы должны еще сильный фон убрать. Ну, вот эта работа сделана, здесь, поскольку наблюдение, расстояние до этого, до этого объекта известно, по другим методам, мы можем перевести наше наблюдение в энергетические потоки, и таким образом спектр, который мы получаем, получили на РТТ, сейчас становится предметом уже количественной интерпретации, в данном случае вот можно посчитать светимость в линиях кобальта, светимость в линиях железа, и, значит, сравнивать с моделями представлениями, так ли кобальт его интенсивность и содержание меняется, как предсказывают модели, или по-другому. Кроме того, здесь появляется возможность детектировать линию никеля, но это стабильный изотоп, стабильный изотоп никеля, не тот, никель-56, его уже здесь нету, а это нитель, который вот здесь есть и представляет стабильный изотоп. Ну, здесь примерно то же самое, после сглаживания спектра в декабре. Вот, может быть, что интересно, о чем говорил Евгений Михайлович, что надо посмотреть, но мы должны доказать, что линия симметричная. Мы здесь сравнили, поскольку две сверхновые идентичные, мы взяли линии кобальта, посмотрели на их профиль, вот красная это линия с 2014 года, да, здесь, поскольку она находится, свет просвечивает через межзвездную среду, это линия поглощения межзвездного натрия, она отражает спектральное разрешение, вот 15 ангстрем, о которых я говорил. То есть, видно, что здесь достаточно этого разрешения для решения задачи, симметрична или нет. Разрешие заключается в том, что по-прежнему, несмотря на то, что здесь прошло уже порядка 100-120 дней после максимума блеска, скорость, скажем, сверхновая 2011 года, если здесь у сверхновой 2014 года она в районе нуля, то есть, в лабораторной шкале, сверхновая 2011 года еще и не успокоилась, и на этой же фазе примерно 140 дней еще, так сказать, мы по отношению к этой сверхновой видим различия вот в скоростях разлета. Ну, дальше мы просто сначала руками сложили, свели эти спектры для посмотреть, есть асимметрия или нет. Формально сравнили с Гауссом, и здесь увидели некую, ну, некоторый, как, элемент асимметрии. Но потом Николай Николаевич достаточно честно посчитал, посмотрел, линия кобальта состоит на самом деле из двух бленд. Одна из них имеет большие параметры таковы, что интенсивность в два с половиной раза больше, чем эта. И при таком фитировании видно, что по результатам наших наблюдений на РТТ-150 можно сказать, что асимметрии линии нет. Асимметрии линии нет. Значит, с одной стороны, вроде бы, это указание, сильное указание на то, что взорвался одиночный белый карлик, в другом случае, с другой стороны, исходя из этого обстоятельства, однозначно окружать нельзя. Может быть, в принципе, какая-то геометрия, которая присутствует здесь. Ну, а с другой стороны, поскольку мы сравним две сверхновых, и видно, что у обеих сверхновых асимметрии их профили практически совпадают, то, конечно, вероятность того, что обе попадут в эту лунку, тоже не велика. Поэтому тут немножко ситуация такова. Дальше, Марат, это тоже очень предварительный результат. Марат Равильевич Дельфанов рассказывал здесь у него свои идеи насчет того, каких сверхновых больше, каких меньше. Он попросил получить изображение. Он занимается археологией тех мест, где взорвались сверхновые, чтобы посмотреть. А вот предшественник сверхнового, если была акреция, и сильная акреция, и вещество водород аккрецировал, он куда-то должен был исчезнуть, превратиться в гели, в гельрод, потому что мы не видим в спектрах сверхновых водорода. перед тем, как за 100 тысяч лет или за промежуток времени до спектра сверхновой, у нас должен был либо наблюдаться мощный рентгеновский источник, что он по своим работам показывал, что их не наблюдается в таком количестве, которым нужно, либо в результате такого мощного свечения должен образовываться какой-то пузырь ионизованного газа, и задача была посмотреть, он сейчас этим занимается, это наш снимок композитный в трех лучах, посмотреть, в окрест сверхновых есть что-то или нет. Ну и он пока определенного результата нет, но какие-то верхние границы он пытается ставить, пока говорит, что по его предварительной результат такой, что там мощного мягкого рентгеновского источника, который мог организовать, вроде бы нет. Поэтому этот аргумент не в пользу, но это не значит, что там не было одиночного сценария. Ну и вот таким образом проблема теперь, ну я в заключении уже прихожу к заключению, в прошлом году была опубликована работа, где по результатам Хаббловского телескопа и спектроскопии на ВЛТ была добавлена одна точка в этих космологическом в кривых связанных с космологиями. И вот эти три точки на Z больше единички, они вот пока лежат вот так и не позволяют, хотя никто уже не сомневается в том, что Вселенная расширяется с ускорением, но параметры модели, они зависят от того, где вот у нас эти точки встанут. Ну и задача здесь услугляется тем, что на таких красных смещениях больше единички у вас размер галактики, если вы пытаетесь наблюдать с Земли, он порядка одной секунды, и он у вас уже и так сверхновая слабая, еще она откладывается полностью на галактику, а как ее оттуда вытащить? Вот. А дальше, значит, дальше вы должны, теперь выясняется, что вы должны доказать, что у вас взорвался одиночный карлик, а если, а как его доказать? Извините, получите спектр в небулярной фазе с высоким разрешением и докажите, что, значит, профиль линии одиночный. А здесь на Z уже на 0,4, на 0,4, ну, до единички. Вы на пределе находитесь, даже в максимуме. Это означает, что вы должны получать спектры объекта 30-й величины с хорошим сигналом шума, для того, чтобы доказать, что был взрыв одиночного, калиброванного источника, который вы можете использовать вот в таких космологических, в частности, задачах. Ну, и я просто вспоминаю первый доклад из Дмитрия Горбунова, который говорил, что самый дешевый инструмент, который нам сейчас дает информацию о попытке найти варианты с темной материи, это большой адронный коллайдер, все остальное дороже, вот, видимо, здесь прибыль получается так, что самый дешевый инструмент, который нам давал результаты в этом уровне, это был Hubble Space Telescope, если, видимо, вы пойдете этим методом по сверхновому и будете пытаться доказывать, получать вот эти параметры, вы должны увеличивать точность, но при этом должны гарантировать, что у вас что взорвало вас, то есть доказать, что взорвался, то есть на этих точках ставить только те случаи, в которых вы уверены, что взорвался калиброванный источник. Вот, ну, я просто хочу сказать, что вот мы сейчас работаем с этими данными, с полученными на телескопе еще данные, продолжаем получать, насколько будет возможно, пока вот эти данные, то, о чем я сегодня рассказывал, результаты были получены в Казанске в эти времени. На данный момент это все, что я могу сказать. спасибо большое. Пожалуйста, Пожалуйста, Валера. 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 Нельзя прокомментировать, почему на спектрах обеих сверхнов одной сверхновой есть, международными и натре, а у второй нет. Вот здесь, да. Ну и здесь. А, потому что вот это было видно на первой картинке. Ну, здесь вот я проскочил. Значит, вот сейчас, осеняюсь, вот здесь. Вот. В первой сверхновой мы видели ее в галактике сплошной, то есть мы поперек галактики смотрели, это было просто удачное расположение. Там есть поглощение, оно очень маленькое. То есть это не нашей галактике поглощение, а там 100 галактик? Да, речь идет о поглощении. В нашей галактике поглощение тоже есть, но величина Е-В равняет где-то в районе меньше, чем 1 десятая по порядку. И она, просто мы ее не учитывали, потому что она меньше, чем ошибка пока для этого. Спасибо. Смотрим татисты. А здесь мы посмотрим. Пожалуйста, я тоже сделал вопрос по нации. А может это эффект начинания неаккуратно? Бился месяц, чтобы сам собой, чтобы доказать, что это результат аккуратного вычисления. Ну, дело в том, что если вы почитаете работы вот эти, да, везде, везде в работах написано, товарищи, проблема есть, работать со спектром аккуратно. Ваша школа помогает. Я был вашим студентом, так что... Пожалуйста, еще вопросы. Если вопросов нет, то еще раз поблагодарим докладчика. Большое спасибо. Когда идет подготовка презентации, я хотел бы подарить один экземпляр вот этой книжечки про Кавказскую горную обсерваторию Рашиду Алиевичу Неменовичу в благодарность за приглашение на эту конференцию высоких энергий. У меня-то доклад про телескоп, но он будет иметь отношение, конечно, к проблемам высоких энергий. Кроме того, Юрий Николаевич Гнединович, как представитель Пулковской обсерватории, хочу дать один экземпляр, потому что Пулковская обсерватория, ее руководство, и Степанов, и Гнезин, эти 10 лет строительства очень сильно помогали нам. К ним очень благодарны. И как подарок от младшего брата к старшему брату хочу вот в САО подарить, значит, Вите Афанасьеву в надежде на то, что дальше, когда будем осваивать этот телескоп, мы будем пользоваться вашим опытом и на вашу поддержку рассчитываем. Вот. Я не буду останавливаться на деталях строительства и на истории строительства. Скажу только, что нам удалось удачно, значит, воспользоваться 250-летним юбилеем нашего университета, который состоялся в 2005 году. И вот, Виктор Антонович Садонович, как наш ректор, ну, я, конечно, на него напирал, и мы, так сказать, направили письмо в правительство, которое вот получило поддержку по двум причинам. Во-первых, это были годы жирных коров, как их сейчас называют. 2005 год, это всего за два года, за три года до кризиса. Как раз было много валюты в стране. Доллар был дорогой. И второе, 250 лет МГУ, это как значимая дата. И вот это все сыграло свою роль. Были выделены средства. Строительство длилось более 10 лет в итоге, если считать не только капитальное строительство, но и организационные моменты, проектирование, госэкспертиза и так далее. Я на этом останавливаться не буду. Скажу только, что 13 декабря этого года состоялось официальное открытие Кавказской горной обсерватории ГАИШ-МГУ. Я расскажу о параметрах этой обсерватории, об остроклимате. И, если мне позволят, покажу 10-минутный фильм. У нас стояла на метеорологической вышке видеокамера. И на протяжении всех этих лет шел непрерывный мониторинг строительства. Ректору это очень понравилось, потому что он сказал, при наличии такого мониторинга вряд ли украдут. Поэтому хорошо, что значит, вот следим. В этом фильме, который я покажу, он 10-минутный. Как раз мы рассчитали время. У меня 30 минут. Я думаю, вот треть времени этот фильм будет. Значит, там одна секунда это один день. Вот такая скорость. Так что вы увидите воочию все наши муки. А сейчас просто о параметрах обсерватории. Итак, вот здесь вот снимок. Общий такой пейзаж с обсерваторией. Значит, он делится... Это гора Шадзатмас. Это Карачаева-Черкесия. Это 40 километров к северу от Эльбруса. Это самая большая вершина Кавказа. Так что это все Кавказ, предгорье Кавказских гор. Высота 2100 метров над уровнем моря. Это 20 километров к югу, 25 километров к югу от Кисловодска. Я сейчас покажу карту соответствующую. И здесь 8,7 гектара нам выделили Карачаево-Черкесские власти. А вот это ограда, значит, охраняемая территория. Здесь стоят видеокамеры тоже. Ректор больше всего, когда он посетил нашу обсерваторию, понравилось то, что здесь стоят видеокамеры и вся территория 8,7 гектара обсерватории контролируется на 10 экранах. Соответствующим образом, он даже сказал, что мы даже в МГУ не можем организовать такую вот охрану. А вот Кавказская обсерватория организовала. Две части. Это верхняя часть. Здесь стоит башня 2,5 метрового телескопа и 4 башни без куполов пока с деревянными укрытиями для метровых телескопов. Планируется дальше. У нас есть программа развития МГУ до 2020 года. По этой программе мы, ректор согласен, мы будем приобретать инструменты класса от 80 сантиметров до метра для разных проблем. Для наблюдения астероидов, программы астероидной опасности, автоматизированный телескоп для массового исследования переменных звезд, которые, как робот, будут наблюдать несколько сотен звезд за ночь и так далее. Полериметр будет установлен на метровом телескопе еще и так далее. А это нижняя часть, это кампус, это площадь примерно 4000 квадратных метров. Замечу, что площадь ГАИШ главного здания 4,6 тысяч квадратных метров. Так что фактически второй институт. На этой обсерватории могут вестись наблюдения разных объектов, как для фундаментальных исследований, так и прикладных работ и так далее. Вот общая площадь, я уже сказал, около 4000 квадратных метров. Вот карта. Это сама наша обсерватория. Это Эльбрус, это Карачаевск, это Кисловодск. Вот к югу от Кисловодска на расстоянии 25 примерно километров, 25-30 километров расположена наша обсерватория. Нам на машине ехать примерно 40 минут от Кисловодска. В Кисловодске есть городская база Пулковской обсерватории. И вот на протяжении 10 лет они нас любезно там принимали, позволяли нам там размещаться, размещать некоторое оборудование на территории городской базы, ставить машину и так далее. Так что без этой помощи нам было бы очень трудно. Мы им очень благодарны. И здесь вот где-то это, видимо, на дальней... Сама корональная станция она расположена совсем по соседству с нашей Кавказской обсерваторией. Серпантины легкие достаточно, 40 минут езды от городской базы Кисловодска, а сама городская база в 10 минут езды от вокзала в Кисловодске. Так что ехать поездом, если вот студентам это сказать, я выбирал какое-то место специально для студентов, ехать поездом 25 часов, очень комфортабельный поезд, и там ходит рейсовый автобус до городской базы, 10 минут езды на автобусе, а потом 40 минут подъем в горы и работа. То есть очень хорошо именно для университетской обсерватории, очень комфортно, комфортабельно и так далее. Есть лэп на 35 кВт, сейчас она обновлена, поставлены бетонные столбы вместо деревянных. Есть дорога, ну, часть, отрезок дороги мы уже сами сделали, но базовая дорога тоже есть, так что все это нам существенно облегчило работу. Вот это вид нашей обсерватории со спутника. Значит, вот как я уже говорил, значит, это у нас верхняя часть, это телескоп сам, это вот башни для метровых телескопов, это дорога, которая сюда вот ведет, а это кампус наш, вот с нашими строениями и так далее. Ну, хочу еще отметить, ну, ладно, потом. Значит, здесь вот, да, дальше будем дальше. секундочку. Вот сам телескоп. Основной инструмент, 2,5-метровый альтезиментальный автоматизированный зеркальный телескоп, вот он, производство фирмы Sajé Mariosk из Франции, она делала зеркала 8-метровые для VLT, поэтому весьма надежная фирма, и забегая вперед, скажу, что оптика оказалась очень хорошей, телескопа. Диаметр главного зеркала 2,5 места, система Ричи-Кретьена, главный зеркало гиперболическое, значит, без корректора линзового поле 10 минут, безаберрационное, с корректором линзовым около 40 минут. Корректор рассчитан на оптический диапазон 3,600-10,000 нанометров. Телескоп концентрирует, вот согласно нашим уже испытаниям, с помощью диафрагмы Шака Гартмана, 80% цвета в кружке диаметром 0,37 секунды. Это примерно всего в два раза хуже, чем дифракционное качество телескопа. Так что оптика хорошая. Это два зеркала, вторичное и главное. Вот в сумме дает 0,37. Главное зеркало дает 0,3 секунды. Вот. Значит, имеется косыгреновский фокус, сейчас в нем пока ведутся работы, и четыре несмитовских фокуса, вот два вот на этой самой платформе, на этой вилке, и два так называемые студенческие фокуса, вот здесь вот, так сказать, для дополнительных установки, дополнительных приборов. Время изменения фокуса составляет около двух минут. Косыгреновское зеркало поворачивается и сдвигается. Не Косыгреновское, не Смитовское плоское зеркало поворачивается и сдвигается. Скорость наведения, значит, телескопа 3 градуса в секунду. Но с наведением, сейчас мы еще мучаемся, в начале января должны приехать китайцы, которые делили механику телескопа, это был субподряд со стороны французов. Мы протестовали, требовали, чтобы с Германией был субподряд заключен, но им по соображениям финансовым, потому что в китайце меньше зарплата, дешевле, они все-таки настояли на том, чтобы китайцы выполнили эти работы. Надо сказать, что работы выполнены не так плохо, как мы ожидали. Нормально, более-менее. Одним из основных приемников излучения пока, в настоящее время, является инфракрасная ПЗС-камера 1000 на 1000 пикселей с набором светофильтров соответствующих инфракрасных ИНК и спектрографом с разрешением 1500 и спектрограф низкого разрешения. Этот прибор пока еще находится в Москве в чистой комнате в ГАИШе. Он исследован. Камера оказалась очень хорошая, шум очень маленький. И мы в ближайшее время перевезем на гору. А вот оптическая камера 4К на 4К ПЗС с набором УБВР и фильтром и фильтром также из системы СДСС. Она уже установлена в Касагреновском фокусе и с ней уже проведены первые работы и уже сдана одна статья в печать ВБВС по изучению тесных компонент двойной системы РВВ Аурия ГАШ с разрешением 1,4 угловой секунды. Нам удалось ее разрешить и померить. Это звезда типотелеца, обе компоненты типотелеца. Нам удалось измерить блеск ВБВР и фильтрах каждый из компонентов этой звезды. Единственная работа по разрешенному фотометрированию этой звезды с Хаббловского телескопа была сделана. А в основном пометируется суммарный интегральный блеск этой системы. Наш телескоп позволил эту звезду разрешить. Астроклимат. С 2007 года ведутся астроклиматические исследования. Это Витя Корнилов, наш главный экспериментатор института со своими ребятами молодыми. Они установили автоматизированный комплекс, который из Москвы управляется, раскрывается башня, направляется 40-сантиметровый телескоп на звезду и по мерцанию используются современные методы обработки наблюдений, обратной задачи, методы решения обратной задачи, восстанавливается качество изображения. Значит, наблюдения показали, что количество наблюдательных часов 122 1222 часа в год по 7 годам наблюдений. Это примерно 180-200 ясных ночей в год. Ну, место, конечно, не Майданак и тем более не Чили, но для университетских работ вполне удовлетворительно. Качество изображения по медиане, медианное качество 0,96 угловой секунды. Количество наблюдательного времени с качеством изображения меньше 0,5 секунды 5%, это соответственно от 200 ночей, это примерно 10 ночей в году. И количество наблюдательного времени с качеством изображения меньше 0,6 секунды около 10%, это 15-20 ночей в году. Ну, наиболее благоприятное время для наблюдения это с августа по март, то есть это зимние наблюдательные пункты в основном. Ну, помимо, я уже говорил, помимо двух с половиной метрового телескопа, значит, установлено вот эти четыре башни с подведенным электричеством, оптоволокном и так далее, фундамент, отделенный от самой башни, готов для каждой башни. То есть, как закупим телескоп, сразу поставим. Купола пока не приобретали, потому что вид купола зависит от цели, которая будет преследоваться при работе с этой башней. Если у нас имеется обзор неба всего, то нужна полно раскрывающаяся башня. Если, так сказать, мы будем наблюдать индивидуальный объект, например, полириметр будет стоять, то будет вращающийся купол с обычной щелью. Есть даже граниметрический подвал, где можно будет мерить сейсмику, потому что здесь у нас рядом Эльбрус, это имеет значение для местных властей. Мы с ними собираемся заключить договор и зарабатывать деньги на этом делу, чтобы контролировать сейсмику объекта. Вот. Граниметрическая лаборатория, соответственно, здесь вот создана. Вот. Ну, у нас имеется гостиница с конференц-залом на 54 человека. Имеется отдельная электроподстанция с двумя резервными дизель-генераторами на 150 кВт и на 350 кВт. Если 35 кВт от ЛЭП отключится, у нас всегда есть... Они автоматически подключаются так, что не будет перерыва с электроснабжением. Вот. Есть вычислительный центр, электронная лаборатория, прекрасная механическая мастерская, около десятка станков, фрезерные, токарные и так далее. Именно современные, скоточные, современные станки. Вот. Большим достижением у нас является то, что удалось с четвертой попытки, пробив гору, найти воду на глубине 265 метров. Так что наша обсерватория, в отличие от большинства высокогорных обсерваторий, снабжается водой не путем завоза, а имеется своя вода. И у нас, как в Москве, так сказать, и туалет там, и ванная, и все что угодно. Весь, значит, VIP-домик на три профессорских квартиры с сауной, где можно попариться и так далее. Мы собираемся еще и бассейн там сделать, потому что воды полно. Ресурс воды в два раза больше, чем нужно нам. Мы надеемся сделать услугу Пулковской обсерватории, чтобы пулковчане тоже от нас запитывались, от этой скважины. Сейчас стоит вопрос, чтобы вторую запасную скважину еще сделать. Вот. Но основные задачи. Прежде всего, конечно, учебные задачи. Телескоп 2,5 метра – это типичный университетский телескоп по международным меркам. И главная задача – это обучение студентов, аспирантов, молодых ученых современным методом наблюдений. Мы надеемся приобрести потом или изготовить спектрограф среднего разрешения. Высокое разрешение спектрограф здесь не нужен, маленький инструмент. Но спектр, среднего разрешения, с разрешением порядка 30 тысяч, 15-20 тысяч. Ну, такой спектрограф уже закуплено, дифракционная решетка. Мы будем ее по частям закупать, а потом, может быть, используя опыт специальной стратегической обсерватории, будем его собирать, так сказать, и так далее. И, конечно, учебная работа очень важна. И надо сказать, что вот эти 15 лет после потери двух наших обсерваторий в Узбекистане и Казахстане, САО нам очень сильно помогало. Мы благодарны Юрию Юрьевичу Балеге, директору САО, за то, что он организовал учебный процесс в САО. И там не только Московский университет проводил практику студента не только Московского университета, но и Петербургского университета, Казанского, Ростовского и так далее. Так что это большое дело, САО сделал, и я надеюсь, он будет продолжать дальше эту практику. Ну, а у нас обсерватория университетская, конечно, главная задача – это будет учебная работа. Ну, научные задачи. Ну, конечно, главная задача – это оптическая, инфракрасная, наземная поддержка российских и международных космических программ. Я имею в виду проекты «Радиастрон», «Спектр реминонгамма», «Спектр ультрафиолет», «Глиметрон». В том числе уже работающие венгеновские обсерватории, «Гайя», «Нустар» и так далее. Оптическая поддержка – это все очень важно, известно. Сейчас «Нустар» наблюдал, так сказать, пульсары в ОМХ, в ультраярких рентгеновских источниках, рентгеновские пульсары. И, конечно, если у вас имеется оптический компаньон в данной системе с массой, там, порядка 23 тема солнца, у него оптическая светимость здесь 38-й арксекунда, но поскольку рентгеновский источник ОМХ, у него рентгеновская светимость здесь 40-й арксекунда, то ситуация получается точно такая же, как в HZ-Геркулеса, когда рентгеновский поток 100 раз выше, чем поток от оптической звезды. Поэтому первая задача – это искать оптическую переменность, одна волна за орбитальный период, эффект отражения в этих ОМХ. Это задача номер один. Мы сейчас собираемся на этом телескопе проводить массовую фотометрию ОЛХ для определения орбитальных периодов, по крайней мере, таких систем, а потом уже спектральным методом оценивать параметры релективистского объекта, массу и так далее. Я не буду перечислять остальные задачи, здесь вот они все выписаны. Первый научный результат, я уже упомянул. Значит, вот это у нас, вот эта самая двойная звезда, RW-Auriga, угловое разрешение 1,4 секунды. Ее наблюдают еще очень давно, 50 лет тому назад первые наблюдения были сделаны. Но единственная работа была выполнена на Хаббле, с Хаббле-телескопе, на котором удалось раздельно отфотометрировать каждый из компонент. И в основном до этого, так сказать, была интегральная фотометрия обеих компонентов. Но мы вот на нашем телескопе в хорошую ночь, у нас было в ноябре месяце 5 ночей подряд изображение вместе с телескопом, куполом и атмосферой лучше 0,5 секунды. И вот прям видно, как легко мы разрешаем эту RW-Auriga. Мы обнаружили, что, значит, вот яркая компонента, значит, понизила свой блеск на три величины. Это поглощение в протопланетном диске, который вращается около молодой звезды. А вторая компонента, тоже звезда типа Тетельца, она поярчала на 0,7 величины по сравнению с тем, что было на Хаббле-телескопе намеренно. У нас есть инфраструктура для малых радиотелескопов. Есть такая программа VLBI-2010 по изучению вращения, неоднородности вращения Земли. Это необходимо для прикладных целей, для ГЛОНАССа и так далее. И предполагается, если будут приобретены быстроповоротные 12-метровые радиотелескопы, один такой телескоп уже в УПА установлен, по-моему, в САУ или в Светлом, я не помню, или под Петербургом. В Зеленчугской, да? В Зеленчугской, да, да, да. Два уже таких телескопа установлены. Но если мы по программе развития университета приобретем такую антенну, то у нас уже есть соответствующие места, куда подведено, уже сделан фундамент, подведено электричество, оптоволокно. Если телескоп будет закуплен, можно будет поставить. С 8,7 гектара мы можем это все использовать. Это водородные стандарты частоты. Они уже установлены в нашей серверной серверной. Они годятся и для Вильбия 2010, и для других задач нашей поточной, скажем, фотометрии и так далее. Вакуумная напылительная установка для зеркал до 2,55 метра уже работает. Уже первое напыление было проведено, пробное на образцах. Там требуется некоторая доработка, но, в общем, эта установка уже у нас имеется. Также каждые три года мы можем менять алюминиевый слой на всей оптике нашего телескопа. И более того, помогать другим обсерваториям в алюминировании зеркал. Вот. Ну, это вот теперь предстоит фильм 10-минутный. Я вас прошу потерпеть. Будь забавно. Я думаю, что вот на нашей серьезной конференции такое развлечение, оно не лишнее, потому что многие, наверное, устали. Это, значит, начальный как бы кадр, где показан ректор нашего университета Виктор Антон Садончий. По его инициативе было обращение в правительство в связи с юбилеем МГУ. Ну, конечно, я тут его уговорил, это обращение сделать, поэтому я позволил себе и себя здесь поставить. Я стою на месте, как раз на горе Шаджатмас, на том месте, где должен был установлен быть телескоп. Вот этот телескоп, вот на этом месте я стою. Это 2008 год. Вот. Сейчас на этом месте стоит телескоп. Вот сам телескоп. А это вот наша, так сказать, обсерватория с кампусом и с верхней частью обсерватории. Пожалуйста, можно запускать фильм. Да, вот это водонапорная башня как раз. Вот отсюда идет здесь скважина недалеко, и отсюда под давлением, самотеком идет вниз вода, а здесь идет насосом. Так что водоснабжение у нас централизованное, как в Москве практически. Это вот, значит, ведущие астрономы после посещения КТБТ на этом же месте, где должен быть установлен телескоп, они одобряют, как бы, вот и выбор. А это мы идем вот с нашим проректором по капитальному строительству к месту, где должна строиться обсерватория. Это июль 2010, 2011 года. Вот начинается рытье котлована под башню и под фундамент телескопа. Один день, секунда здесь масштаб. Вот яму выкопали, там скальный грунт, это целая проблема, так сказать, все, копать там довольно... Один день или один месяц? Нет, один день, одна секунда. Три года строительства велось. Десять лет общий, но семь лет это подготовка, а три года реальная строительство. Вот начинается заливка бетона под фундамент, а там вон вдали начинается суета, там строится кампус уже, всякие здания там и так далее. Сейчас вы это увидите. Строил агростройкомплект фирмы Карачаева Черкесия во главе с директором Дишуном Сергеем Георгиевичем. Это мы закладываем капсулу памятной, столы, засовываем фундамент телескопа. Это мы, директор Пулковской обсерватории здесь с нами, Степанов. Александр Владимирович. Вот. Это опалубка идет в литье стен, в башне. Вот внизу уже видится, там уже строительство тоже вполне нормально. Вот это рытье скважины. Это установка для лабурения скважины. Зима наступила, лето кончилось, наступила зима. Продолжается литье. Причем при морозе нагревали, ставили, так сказать, электроды. Или ток пропускали, нагревали бетон, чтобы он качественно схватился и так далее. Ну, в общем, кто занимался строительством, все меня поймут. Вот уже стены отлинеты. Сейчас ведь башня будет завершена. Вот здесь, видите, уже каркас одного из зданий. Это жилой комплекс, жилое здание. Вот. Это уже, это фундамент для самого телескопа. Он отвязан от основного, так сказать, комплекса башни. Поэтому он дольше делался, более тщательно. И отдельно совершенно. Вот. Значит, башня завершается строительство. Вот уже, видите, здесь выросло здание. Это мы победители. Башня готова, она отлита из бетона. Вот приехали французы, чтобы дать разрешение на установку купола. Вот сейчас вы видите, увидите, купол собирался по часам на земле, 9,5 тонн. И с помощью 50-тонного крана он поднимается наверх и устанавливается. Это был самый ответственный момент. Мы попереживали очень сильно. Вот. Но, тем не менее, все обошлось, все нормально. Было несколько секунд. Да. Ну, Женя Шефер, покойный, он мне здесь очень много помогал. Нужно добрым словом его вспомнить. Он вот скончался на этих работах. Я думаю, что это добавило стрессов ему. Вот. Ну, значит, сейчас идет уже отделка стен, покрытие их плитками. А это вот уже, что к этому времени сделано внизу. Вот здание, строение. Вот и так далее всякие. Вот. А это вот мы воду открыли. Вот я стою, как раз из скважины вода бьет с моим заместителем. А это вот я ее пробую. Мы опасались, что будет нарзан. И тогда была бы проблема. Но, к счастью, нарзана не получилось. Чистая, нормальная вода. Специально ее опробировали. Анализ провели. Ну, немножко соли многовато. Но, тем не менее, вполне годится для использования. Сейчас начинается монтаж телескопа. Вот уже телескоп в ящиках пришел. Очередная, уже вторая зима. В конце зимы, в апреле месяце, вот когда снег сейчас сойдет, будет, так сказать, монтироваться телескоп. Через купол. Все будет. Это тоже волновались очень сильно, потому что 9-тонное основание телескопа нужно было просунуть через купол, не повредив купола. Вот. Вот же снег встаял. Сейчас появится 50-тонный кран. Вот это основание телескопа. Вот оно заложено туда. И вот там укрепили на анкерные болты. И после этого начинается монтаж трубы телескопа. Вот это детали трубы. Вот вы сейчас увидите. Вот там уже средник установлен. А на средник ставятся детали трубы. И сейчас еще кругляк верхний. Вот этот вот. Ее называют кругляком. Вот он будет там установлен. Но, ребят, все это было жутко волнительно. Потому что важно было не повредить и купол, и сами детали монтажа телескопа. А это вот уже выросло здание водонапорной башни. И основные здания уже. Вот уже, так сказать, в основном построены. Тут нужны некоторые доделки. Видите, радуга. Как раз мы победители. Это уже идет благоустройство территории. Выравнивание, дорожки прокладывают, газончики сажают. Установлена метеобашня. То есть у нас теперь астроклимат, так сказать, и метеорологическая станция есть. И оптический астроклимат синхронно будет проводиться с наблюдениями. Это вот уже апрель месяц. Вот в апреле начинается отделка территории. Благоустройство. Снег сходит. И... Это вот наш Ростехнадзор. Вот это наш заместитель. Саша Белинский, который зам по наблюдательным базам как раз. Вся работа велась под руководством, под контролем Ростехнадзора, так называемого. Который строго следил о соответствии генерального плана обсерватории и самого строительства. Сколько кровушки он у нас попил, это трудно сказать. Потому что в процессе строительства неизбежно возникают какие-то изменения и так далее. А они говорят, вот у вас есть генеральный фронт, ни на йоту не отходить. Потому что боятся коррупции. Можно такие изменения внести, что денег меньше потратить, а остальное прикарманить. И поэтому жуткая контроль. А это вот уже готовые, так сказать, это жилой корпус вместе со столовой. Это столовая. Это конференц-зал. На 50 мест. Можно проводить конференции. Сейчас есть, да, на 50 мест гостиницы. Это в холл конференц-зале и вот отсюда виден Эльбрус. А это корпус для напыления. Это так называемый технический корпус. Здесь корпус для напыления, для алюминирования зеркала. А там механическое, оптическое и другие мастерские. Ну, это общий вид обсерватории уже. Это опять общий вид. Ну, несколько еще дополнительных слайдов статических сейчас будет показано. Собственно, в заключении. Вот это сам телескоп. Да, сейчас еще будет показан телескоп в динамике. Купол покрыт такой пластиком изнутри. Вот, значит, телескоп крутится. Пока с введением не очень хорошо. И наведение тоже пока не очень совершенное. Программное обеспечение, я думаю, нам придется переписывать. Которое китайцы... Что? Нет, нет, нет. Здесь уже нет. Здесь нет. Это нормально. В режиме нормального времени. Секунды закончились. Вот. Ну, вот. Значит. Автогид еще окончательно не запущен. Еще есть проблемы. Я думаю, что до лета, а вообще, говорят, как опыт показывает, после завершения строительства, еще год-два, это доведение до кондиции, уже, так сказать, инструмента и так далее. Но, тем не менее, уже во время отладки мы уже первые работы проводим, некоторые наблюдения ведем и так далее. Так что, все. Вот купол, он синхронизован с телескопом и ведет такими небольшими рывочками. Там специальное такое программное обеспечение. Эти рывки не очень большие, так что все равно телескоп остается внутри, сосказки, вот этой щели. Вот это снимок галактики, одной из галактик. М51, да. И еще сейчас будет показан снимок планетарной туманности, у которой центральная звезда, визуально двойная, угловое расстояние одна секунда. Вот мы ее разрешили. В каталоге эта звезда как одиночная. И мы, когда ее сфотографировали, удивились. Думали, наверное, сверхновая вспыхнула или так далее. Но нет. Оказалось, что просто она двойная, и наш телескоп позволяет ее разрешить. Это квинтет Стефана, известное из скопления галактик. Но это вот уже церемония открытия. Ректор Юрий Юрьевич Балега, это президент Карачаева-Черкесии. Вот, ну вот, так сказать, на торжественном уровне. Но по телевизору это, так сказать, показывалось. И по радио, и по телевидению. Это наш главный инженер там стоит. Это вот Коля Шацкий, научный руководитель обсерватории. Уже у нас есть научный руководитель. Вот, он, так сказать, на него. Вот это Диссюн, это главный директор строительной фермы. Виктор Антонович как раз открывает обсерваторию. Это президент Карачаева-Черкесии. Это общий вид нашей обсерватории. Это вот, кстати, мастер, небольшой мастер телескоп. А большой мастер стоит на территории Кисловодской горной станции, 40-сантиметровой. Для мониторинга. Это вот вид телескопа. Разные виды телескопа. Все. Так, ну что, в заключение я хочу сказать, что вот мы готовы к сотрудничеству. Значит, можно будет продумать программу наблюдения, если спектр РГ будет работать. У нас есть спектрограф с разрешением 1500 и еще есть мода на 750. Разрешение 750. Я думаю, что с грубым разрешением 750 спектр скопления галактик можно будет мерить. Да, еще вот эти все снимки показывают, что звезда 22-й величины получается соотношением сигнал-шум в фильтре В за 5 минут экспозиции. Значит, за полчаса будет 24-я величина в фильтре В. Так сказать, соотношением сигнал-пятерка. Но если мы хотим фотометрию проводить, то надо побольше отношений. То есть 23-я величина будет доступна для фотометрирования. Ну а спектр, естественно, там на 4-5 величин. Или там на 3-4. Если грубое разрешение, то на 3-4 величины слабее. Соответственно, там 20-е, 19-е величина. Мы надеемся спектр получать. Толя, поздравляю. Может, вопросы? Может, вопросы будут? Вопросы будут. То поздравить сначала. Понятно. А вот я слышал там вот от Засова, что адаптивная оптика планируется. Да, а там вот список работ, там планируется адаптивная оптика уже закуплена. Закуплена гибкая. Нет, лазеров пока не будет. Будет в области, где есть звезды сравнение хорошие. И закуплена гибкая оптика уже, вторичное зеркало, которое с частотой 100 Гц будет, так сказать, менять поверхность, обратная связь. У нас есть прекрасные выпускники с красным дипломом, которых мы сейчас оставили. Они вот у Вити Корнилова, там, Сережа Потанин у нас есть, один из талантливейших экспериментов, Коля Шацкий и так далее. Мы их будем, конечно, сажать на самые современные технологии. Хотя телескоп небольшой, но поскольку мы должны учить студентам современным технологиям, потом они могут ездить на 30-40 метровые телескопы. Мы, конечно, будем использовать все наши возможности для развития самых современных, так сказать, методов наблюдения. Да. Так, на пару вопросов. Пару вопросов, Игорь Федорович. Той Михайлович, относительно автоклимата, Вы сказали, ясно в ночах, а ветровой режим какой-то там и запыленность в ближайшем поле? Запыленности практически никакой нет. Засветки практически нет. Есть небольшая засветка с северной части, потому что Кисловодск, он на севере. И там, ой, он четки 20 километров, это далеко. Ну, и Кисловодск, это, конечно, не семииск, как в Крыму, где просто все сияет, так сказать, на побережье, там все дома, отдых и так далее. Поэтому там большая засветка. У нас засветка очень маленькая на севере. И, значит, ветер бывает, бывают ветра сильные. Но вот есть моменты очень тихие. Вот эти недели наблюдения, когда мы наблюдали, и вот открытие было телескопа, было очень тихо и так далее. То есть ветра есть, конечно, как на любой высокогорной обсерватории. Последний вопрос. Нет, вот мне хотелось бы, чтобы задал вопрос Витя. Виктор Ильинич. Виктор Ильинич. Ну, да. А какое максимальное число на вашей широте, времени, темного, ну, ясно, ночного, потому что обычно идет разночтение по числу часов, а куда это рассчитает в часах? Ну, да, 1220 часов. Но поскольку ночи на меня... Да. То есть я клоню, вот, к чему, что цифры, которые вам дали исполнители, они чуть-чуть не соответствуют числу максимальному... Ночей? То есть можно, могут быть частичные ночи, да? Около 2880 часов, сколько, по всему, и это соответствует по 3000. А не 1200? Это 3000. То есть 1200 – это те самые пресловутые 30% кавказские, которые в свое время Гаиф с высоты Майданака осуждал. Ну, сейчас мы Майданак не имеем, поэтому для нас и это хорошо, мы согласны. То есть вот вы имеете в виду. Я понял, 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 понял. Нет, если учесть частичные ночи, не полная ясная ночь, а частичные, то будет больше, конечно. Речь идет именно о ночах качественных, пригодных для фотометрии. Ясных. Ну, ясных, да. Но бывает же половина ясных, а половина пасмурных. Именно поэтому считают часы? Вот поэтому считают часа, да. К сожалению... Спасибо. В общем, я регулярно выступаю здесь на конференции с таким докладом. Статус научных приборов, миссия СРГ. Надеюсь, что это не последний, еще придется один раз, наверное, выступить. А потом уже будут совершенно другие, может быть, на ХИА-2015 только еще расскажу. Ну, я напоминаю просто, что у нас творится на борту. То есть у нас есть телескоп рентгеновский Ярозита и российский телескоп Артексы. В общем, когда год там назад я здесь выступал, конечно, никто не предполагал, какие у нас ждут непростые времена. В общем-то, все мы знаем, ситуация, она косвенно сказывается и на нашем проекте, конечно. Но прежде всего, с чем мы столкнулись? Что я помню в апреле месяце, как мне сообщили наши коллеги из Америки, что мы попали в санкционный список, и все сотрудничество просто приостанавливается на неопределенный срок. В общем, мы были в таком глобальном дауне в течение недели. Потом мне уже звонят из московского офиса НАСА, что выпущено специальное разъяснение. Шесть проектов на первом месте МКС, на втором СРГ были исключены из этого списка. В общем, сотрудничество опять продолжилось. Я могу сказать, что, в общем-то, чем СРГ для нас важен еще, что это единственный проект, где НАСА участвует своим ходуэтным железом в нашем проекте, а именно в телескопе Артексы. Второй момент. Мы уже в июне месяце встречаемся с нашими коллегами из Германии, и все встает вопрос полным, как говорится, рост. Вот БАФА, экспортная лицензия на экспорт в Россию телескопа Ярозита. Она напичкана просто американскими компонентами от и до. И здесь тоже, в общем-то, я могу сказать, свершилось чудо. Вот буквально в ноябре месяце БАФА дало разрешение на экспорт летного образца Ярозита в Россию. И мы ожидаем ее в начало поставки 30 июня 2015 года намечено. И сколько там потребуется растаможка и так далее. В общем, все это, естественно, накладывает ограничения некоторые, но это уже все регулировано. Дальше могу сказать. Конечно же, мы закупали радиокомпоненты всякие, категории Military, Space для комплектации телескопа. И в апреле нам не стали поставлять эти компоненты. И мы не знали, что мы сможем закончить или нет. Но вот я могу сказать, что все благополучно завершилось. В октябре месяце мы получили последний такой тяжелый компонент Military, категория, который позволяет нам полностью уже закончить образцы. Вот здесь я показываю запуск в 2016 году. Я не могу сейчас точно назвать месяц, день, в общем-то, или час, когда мы завлетим. Но точно могу сказать год. Это 2016 год. Я думаю, что на ХИА-2016 мы уже будем показывать первые результаты. Ну, по крайней мере, предварительные калибровки, леврификации инструментов во время перелета в точку Ль-2. Это мы понимаем. Критический момент. Вот здесь вы видите «Зенит» ракета. Мы летим на «Зените». Что происходило? Естественно, вы знаете все события. Меня всегда спрашивают наши коллеги из Америки, из Германии. На чем мы летим? Я говорю, вот у нас точно в апреле месяце ракета «Зенит» была вывезена с Южмаша на Байконур 2014 года. И вот сейчас она находится на Байконуре. То есть средства выведения у нас полностью есть. Это важнейший момент. Дальше, что происходило, ну, в общем-то, в течение, допустим, изменений по сравнению с прошлым годом. Это то, что после долгих дискуссий мы поняли, что нам остронаправленную антенну не сделать. Особенно с приводом, который учитывает кинематическое движение аппарата, крутится. И еще антенна должна фиксированно смотреть на землю, искать ее в фиксированном положении. То есть задача для НП Лавочкина чрезвычайно сложная. Решили отказаться и перейти на рупор. Рупор, естественно, гораздо лучше в этом плане. Земля где-нибудь да попадет в этот конус. Но сигнал, естественно, ослабляется. То есть вот эти децибелы мы теряем. И нам приходится переходить на крупные антенны. Самые крупные, которые у нас есть, это в Медвежьих озерах 64 метра и на Уссурийске. Ну, вы понимаете, что нам по долготе надо разнести на достаточно большой срок. По долготе. Вот эти две крупнейшие антенны, они сейчас переориентированы для поддержки наземной, поддержки миссии СРГ. Вот они здесь показаны. Это видимость с этих антенн. В Медвежьих озерах мы даже существуют зоны, ну, выбирают баллистики специально орбиту. Вот так ее кладут в плоскость эклиптики, чтобы мы ее постоянно могли видеть аппарат с территории Земли. Ну, российской территории. Вот. У нас нет станции на Южном, как говорится, полушарии. Поэтому здесь есть и проблемы. У нас есть ограничения по времени, но в Уссурийском мы, по крайней мере, 4 часа можем видеть. Но переход на рупор не дался бесплатно. То есть, в общем-то, нам надо было выбрать программу наблюдений и обзоры так, чтобы у нас... Ну, вот эта вот картинка, которая появилась после перехода на рупор. И сейчас я покажу сравнение. То, что у нас было до, как говорится, когда у нас была островно-направная антенна. И вот еще раз сравните. У нас не такое однородное покрытие будет. И когда мы говорим про пулеса, раньше у нас была такая зона, все в порядке, примерно однородное покрытие. Сейчас в среднем будет уменьшена экспозиция на квадратный градус. Ну, и повышенная там вот в таких вот бананообразных областях. Вот здесь беленьким показано то, что это зоны, которые, в общем-то, если мы совершим 4-летний обзор, 8 раз покроем небо, где мы уже переходим, как говорится, угловое разрешение наших телескопов не позволяет разрешать источники. Это уже confusion limit. Вот, еще раз, показываю вот эту кумулятивную функцию. Вот этот вот предел, примерно 30 килосекунд, это вот тот предел, который ерозита достигает по confusion limit. Ну, и здесь, в общем-то, понятно, что у нас такие квази-глубокие обзоры. Что такое глубокий обзор? Это примерно 10 килосекунд на квадратный градус. И вот у нас зона здесь примерно 1000, это означает, что примерно 2 зоны по 500 градусов, где мы будем иметь экспозицию больше 10 тысяч секунд на квадратный градус. Ну, и, соответственно, дальше можно построить чувствительность. Вот здесь приведена для ерозиты, для точных и протяженных объектов. И вот цифры я сейчас сама сюда не вижу, я вам просто скажу, вы тоже, наверное, ничего не видите. Вот, для точных источников, то есть, в общем-то, усредненно, это будет примерно 1,5 на 10 минус 14 секунд на сантиметр квадратный в диапазоне от 0,5 до 2 кф. А в полюсах это будет достигаться примерно, ну, в этих глубоких зонах примерно 3 или 4 на 10 минус 15. Для протяженных источников, а прежде всего это мы имеем в виду скопление галактик, эта чувствительность, она для полного обзора неба, это примерно 4,5 на 10 минус 14, и в полюсах это 10 минус 14. И вот масштаб примерно, вот наша чувствительность, которую мы ожидаем. Теперь, что у нас с прибором творится? Ярозита. Ну, вот вы видите, здесь уже сборка летного образца идет, то есть, вот это, правда, еще здесь есть имитаторы, которые меняются на штатные системы. Это вот зеркальные системы изображены. Ну, я такие картинки показывал, что это вот детектор, камера ПЗС, то есть, все сделано, все работает. Это вот всякие дополнительные интересные штучки. Это тип дефлектора, здесь приколиматор, это колесо фильтров для детектора рентгенского. А вот основные характеристики, ничего не видно, но я вам просто скажу на словах, что все 8 зеркальных систем прокалиброваны на Panther Facility. Угловое разрешение по оси получилось просто прекрасное. Ну, как говорится, что хотели, то и получили. Ну, это от 16 до 15 угловых секунд на линии алюминия Ка-Альфа 1,5 КФ. И на линии миди на 8 КФ примерно такое же разрешение. Вот, 90% всех фотонов такая зеркальная система собирает в кружок примерно 110 угловых секунд. Эффективная площадь каждой зеркальной системы больше 350 квадратных сантиметров. То есть, в совокупности, это мы выходим на примерно 2700 квадратных сантиметров. Но это не в кружке, вот этом HPD, так называемом, где мы собираем половину энергии. Это когда мы считаем по всему детектору. То есть, это, так сказать, информационно. Ну, дальше фокусное расстояние, все здорово, согласуется 1 метр 600 миллиметров. Вот, ну и все собранные эти оптические системы с точностью примерно минута-две минуты. То есть, в общем, соосность этих систем. Ну, при поле зрения 1 градус это не так страшно. Ну, это я привожу просто здесь спектр. Отличная линия хрома, это 5,4 кВ. Л-линия меди, это меньше кВ, то есть, в общем, 70 электрон-вольт. И вы видите, энергетическое разрешение, это одни из лучших ПЗС-матриц. И однородность, вот, 384 на 384 пикселя очень хороши. Вот здесь показана зеркальная система. Там порядка 54 оболочек. Это в момент соединения преколиматора, который должен убрать рассеянный свет, боковую засветку и так называемый сингулы рефлекшн убрать из полезных событий, отсечь. И этот преколиматор, это тоже оказалось полное искусство, в общем-то, позволяет примерно 95% вот этой боковой засветки отсечь. Ну, вот вы видите здесь вот преколиматор, это зеркальная система. Ого! Ну, вот это вот просто тестирование зеркальной системы вот с таким алюминиевым фартуком и детектором в Panther Facility. Ну, это вот что касается ерозиты, то есть, в общем, я могу сказать, что все основные системы пройдены, получены, протестированы, прокалиброваны. И, в общем, да вы понимаете, что масштаб бедствия, это вот через полгода к нам она начинает движение. Ну, российский или там российско-американский, как теперь назвать, я даже не знаю, телескоп. Ну, это вы видите картинку 2013 года. Могу сказать, что она не сильно поменялась, и, в общем-то, на НП Лавочкина мы не сильно продвинулись. То есть, в общем, у нас два года лежит этот телескоп НП Лавочкина, технологический образец, и мы все никак не простыкуемся. Не готова платформа. Вот важный параметр здесь, вы видите, это эффективная площадь двух систем. Это ерозита, это артексе красненькая. И вот вы видите, они сравниваются на 5К. То есть, выше 5К артексе доминирует, ниже 5К ерозита доминирует. Ну, и здесь приведена просто для сравнения хривая эффективность НУСТАРа, которая, естественно, доминирует на всех, ну, в диапазоне выше, там, этих 5КФ. Примерно на 8КФ коэффициент двойка у нас, 10КФ, а на 30КФ примерно десятка, но, естественно, на доля до 80КФ работает. Ну, вот здесь мы обсуждали как раз проведение обзора. Роман Кривоносов рассказывал, что есть идея использовать НУСТАР для того, чтобы наблюдать северные полицы эклиптики, зону. Вот соотношение полей зрения. Это примерно в 7 раз меньше, чем у артексе. Но здесь мы можем еще конкурировать по чувствительности, потому что если эффективная площадь, да, там двойка выше, то с точки зрения фона НУСТАР и артексе здесь НУСТАР проигрывает, к примеру, порядок. Вот поэтому для глубоких обзоров мы оказываемся по одной тоже фактической категории по чувствительности в диапазоне, там, по 20КФ. Ну, а нам опыт НУСТАР не прошел даром, мы, собственно, посмотрели, что существует боковая засветка, у них нет коллиматора. И поэтому мы срочно ввели такую вот медную защиту для того, чтобы уменьшить, иначе мы видим 200 квадратных градусов на энергии выше, там, 30КФ, и у нас просто получается такая засветка. И, в общем-то, вы видите, вот как выглядит вот такая медная защита, которая существенно нам понижает фон. Ну, сейчас просто несколько слайдов таких с иллюстрацией. Это детекторы, как мы собираем. Вы видите, просто они в технологическом прогоне. Это вот засветка уже детектора на разных энергиях. У нас 48 на 48 пикселей. Вот эта вот зона, вы видите, это 36 угловых минут. Вот, ну, это энергетические спектры, то есть мы видим хорошо, до 40КФ все линии разрешаем, ну, и более того, мы видим до 160КФ. Детектор у нас работает, и здесь отдельная задача, может быть, по гамма-всплескам. Ну, это просто вот иллюстрация того, что на линии железа мы видим вот эти точки, это 0,5 мм диаметром, мы засвечиваем через маску. Ну, зеркала, вот американские я говорил, они прокалиброваны, вот получены характеристики. У нас примерно в два раза лучше, чем у нас старых оптических систем, угловое разрешение. Мы половину фотонов собираем в 35 угловых секундах. И каждая зеркальная система имеет выше, ну, 65 квадратных сантиметров на линии меди, 8КФ, что примерно в 2,7 раза больше, чем у ерозиты. Ну, вот вы видите, они прибыли уже в Россию, то есть они находятся у нас здесь, все 7 зеркальных систем. Вот основные характеристики, у нас сделан дефокусинг, то есть у нас при проходе источников по полю зрения везде получается лучше одной угловой минуты угловой разрешения. Ну, вот вы видите, мы собираем половину энергии в 30 секундах и половину 90% в 110 секундах. Ну, это вы видите, просто для иллюстрации, как мы собираем в Сарове. Создан оптический стенд, уникальный, вот здесь такой лазерный пучок диаметром 800 мм, 800 мм, квазипараллельный, который с расходимостью меньше 5 угловых секунд позволяет нам все сьюстировать зеркальные системы в одну линию. Вот, примерно так. Пожалуйста, вопросы. Отлично, нет вопросов. Ну, если нет вопросов, тогда... Михаил Николаевич сейчас вот в конце показал замечательные зеркала и детекторы, которые за последние, там не знаю сколько, лет 6-7 было развито производство и освоено. Это уникальная технология, которая в России. Дальше возникает вопрос, что делать после СРГ, потому что терять такие технологии не хочется, нужно их дальше развивать, в том числе и детекторы, и зеркала. И я сейчас постараюсь кратко рассказать о наших идеях, как можно дальше куда двигаться и с научной точки зрения, и в том числе и с точки зрения прикладной, и как можно использовать, казалось бы, совершенно простые вещи, как фундаментальные вещи, как рентгеновские пульсары, ну или просто пульсары, для решения просто прикладных задач навигационных. Понятно, что это не мы придумали, я когда этим сейчас немножко начал заниматься, про навигацию, обнаружил, что первые вообще, там, это НАСовские такие внутренние документы, там, с какими-то кодированными именами, они датированы, там, 7-4-м годом, который называется просто, там, навигация в дальнем космосе по сигналам пульсирующих, правда, про радиоисточники говорили. То есть на Западе на эту тему очень много работ, книги, конференции проходят, но у нас, вот, к сожалению, я даже специально ездил на баллистические конференции, такие полувоенные, а люди об этом просто ничего не знают, никогда этим не занимались. Вот, значит, ну, вот, это делаем не только мы пытаемся развивать сейчас, это совместно с баллистическим центром ИПМА, вот, Георгиевич Тучин, они очень заинтересовались этой идеей и готовы, значит, от нас какие-то получать вводные материалы для того, чтобы, ну, они же все-таки баллистики, они понимают, как это дальше задача решать, но это не баллистики, но нас, скорее, интересует более научная часть сторона вопроса. Вот, вот, буквально такая для иллюстрации, какие точности можно вообще сейчас на данный момент иметь, ну, приблизительно. Чем дальше понятно, мы уходим от Земли, точность навигационная, она сильно понижается, и там, условно говоря, там, если мы летим куда-нибудь к Сатурну, Нептуну, то вот траекторные измерения, которые с Земли проводятся, они, во-первых, очень дорогостоящие, очень длительные нужно делать, и точность, она становится, ну, по крайней мере, то, что у нас, достаточно плохой. То, что, я бы считаю, современные аппараты. Для чего, соответственно, в этом случае нужна автономная навигация? Она делается, из его слова понятно, автономная, что самим космическим аппаратом, то есть не нужно связь с Землей, он делается в любое время, в любой точке, как сказать, космического пространства, и точность, соответственно, получается одинаковая. Это, как бы, первая такая задача, основная этой навигационной системы, а вторая, что она, в принципе, может служить неким резервным таким. Понятно, она не обеспечивает точности ГЛОНАСС, дальше покажу, и это, как бы, очевидно, но неким резервом на спутниках любого назначения, любой группировки, она может служить в качестве резервной системы, если по каким-то, там, штатным, нештатным желаниям людей, или по природным условиям у вас теряется связь с этими спутниками. И обеспечивает максимально быстрое восстановление работоспособности. Вот особенности, значит, коротко здесь, она может быть реализована в рамках одного аппарата, в любой точке Солнечной системы, работает на любых орбитах, которые находятся вне зоны GPS ГЛОНАСС, резервной системы, и, как последнее, то есть это рентгеновские пульсары, это такая специальная фишечка, их нельзя выключить, то есть они всегда у вас есть на небе, как реперные объекты, вы всегда к ним привязаны. Все знают про пульсары, здесь я по этому говорить не буду, важно, что они могут быть использованы в качестве опорных, потому что в период и форма сигнала, она уникальна для каждого пульсара, здесь я говорю, когда говорю слово рентгеновские, я подразумеваю, на самом деле, одиночные пульсары, которые светят в рентгене, надо иметь в виду, они все хорошо помирятся сейчас, ну, в радио, правда, пока для них всех известны эфемериды и так далее, тому подобное, и поэтому могут быть спрогнозированы их дальнейшее, так сказать, поведение и эфемериды. Как это все делается? Вот просто здесь для иллюстрации картиночка такая, вот если мы где-то летаем, здесь вот наша Земля, в радиоцентр солнечной системы, понятно, пульсары идут, сигналы, по сдвигу фазы, можно сказать, где вы находитесь, если вы правильно знаете период, знаете профиль. И второе, что по Доплеру сразу просто впрямую, ну, определение координат чуть более сложное, а по Доплеру вы сразу определяете ваш вектор скоростей, что это для баллистика вообще, в принципе, для них это является просто радостью, вы сразу имеете вектор скоростей, не надо мучиться, вот эти траекторные измерения делать. Вот для примера, как это вот даже может быть реализовано, даже не то, что реализовано, как это работает, вот спутник РКСТЕ, понятно, он научный спутник никаких баллистических задач не решал, данные наблюдения просто крабы взяты были. Экспозиция одного измерения 11 секунд, Миша взял это буквально за 2 или 3 часа, сделал такую простую программу, она без учета всяких особенностей, улучшений, и вот просто видно вот это движение спутника, вот эти вот такие галочки, как он летает вокруг Земли, а вот этот тренд, как Земля летит вокруг Солнца. Внизу видны ошибки. То есть, в принципе, даже вот просто без особых знаний, баллистических всяких тонкостей и специальных алгоритмов, не применяя, можно получить точность порядка полтора километра, получается. Понятно, много, дальше можно улучшать, и, как показывают оценки, опять же, не только наши, а вот скорее там наших, скорее иностранных коллег, точность может достигать несколько сотен метров, ну, в любой точке космического пространства, потому что по сравнению с теми 100-200 километрами, которые я показываю, это улучшение, мягко говоря, очень хорошее. Если у вас пульсаров несколько, понятно, что вы одному пульсару в свое положение сказать точно не можете, но если у вас их много, ну, несколько штук, то с каждым новым пульсаром, который вы регистрируете, вы вот это геометрическое место точек сильно сужаете. И там уже 5-6 пульсаров хватает для того, чтобы, ну, понятно, что априори вы знаете некое предварительное решение, где вы находитесь, все же вы летите, откуда-то начали движение, вы можете достаточно точно определить свое положение. Ну, а как я сказал про вектор скоростей, это просто по эффекту Дуплера, просто смотря на каком направлении вы летите, все просто, как говорится. Вот это некий интернационный алгоритм, как это действует, то есть здесь вот предположение, дальше вот по кругу, и мы снова, в конце концов, получаем решение положения и скорости. Вопрос. Какой диапазон выбрать? Вопрос давно стоял, вопрос решен, вопрос понятен. А, потому что пульсары везде светят, здесь приведены некие характеристики, какой должен быть детектор для того, чтобы зарегистрировать. Ну, понятно, в радио тарелку должен быть размером с радиострон, понятно, что служебной системой такая вещь быть не может. В оптике тоже все понятно. Гамма, замечательно регистрируются в пульсары, но детектор должны быть большие, тяжелые для того, чтобы остановить их гамма-квант. Единственное, что остается, это рентген. То есть все, все, и выбрасываем. Это не то же, я придумал, опять же, в начале 2000-х годов было большое исследование, заказано просто по европейским космическим агентствам, есть такая, ариад на Final Report, называется, в которой все эти вещи детально изложены, и сказано, что только рентген может каким-то образом быть. А можно вопрос, а почему по оптике просто не использовались спектры звезд, чтобы померить скорость? Ну, во-первых, ты должен, ну, как спектр звезд каких? Ну, я не знаю, солнце это понятно, но можно... Так, 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 подождите, Евгений Михайлович, давайте дождитесь до конца доклада. Эта оптика уже вычеркнута. Нет, тут мы сейчас говорим по пульсарам. Для пульсаров она вычеркнута по понятной причине, там написано почему. Вот, хорошо. Значит, с рентгеном тоже до последнего времени были какие-то, ну, сложности, потому что детекторы тоже были большие, тяжелые. И во многом вот это, как бы, вопрос навигации, они, ну, такие были гипотетические в какой-то мере, рассматриваясь теоретически. Однако, прогресс в технологиях настолько большой оказался в последние годы, что вот в Америке эта программа была вот... Ой, пардон. В 2006 году программа была принята, так называемая рентгеновская навигация XNAV. В ней участвуют такие замечательные организации, которые здесь написаны, как научные, так и не совсем. И, опять же, вот была создана лаборатория. И вот, что у нас подвигло дальше на, как бы, вот эти предложения, что сделать в России, это то, что в 2013 году принято решение, что на МКСе ставится проект НАСИР. Многие из вас, может быть, при нем слышали, но в основном слышали про его научные задачи, потому что на конференции говорят про научные задачи. На самом деле, и в частных разговорах, и у них на сайте написано так слегка, основной задачей будет отработка как раз вопросов автономной навигации аппаратов и сравнения его со штатными единицами, которые стоят на американском модуле МКС. Вот, признанная такая вот штука, она будет выглядеть. А началось все с того, что в 99-м году был такой мультик Argos, стоял эксперимент USA. Они на нем пытались проводить какие-то измерения вот такие тайминговые, и оказалось, что вот, ну они просто по крабу это делали по одному, оказалось, что тот приемник GPS, который стоял на борту этого спутника, он выдавал ошибку в 15 километров. И по, так сказать, наблюдениям краба было правильно восстановлено в это положение. Я специально взял английский слайд, чтобы было видно, что это не я придумал официальный результат такой. После этого, значит, это было осознанно, что это действительно сделать можно, и это можно использовать как в качестве резерва, если что-то происходит там со штатными системами наведения. Здесь вот должен был быть у меня кино, как это Нассер работает, вот, то есть вот эта штукенция должна поднимается, так она поворачивается, но почему-то не идет здесь это кино, я мучился, не смог запустить. Если кому-то интересно, потом я могу на своем компьютере просто показать. То есть вот у нас вот это транспортное положение, оно открывается и, как вот, не знаю, как это сказать, как зенитный прожектор, да, очень похоже на установку ГРАД, да, тут 56 зеркальных систем стоит, и вот она следит по небу, так сказать, на таком шарнире, за источником и ведет их наблюдение, соответственно. Из чего у них сделано, ну, понятно, что все это не на ровном месте, а связано с тем, что просто в Америке, в частности, очень сильно и долго развивались технологии, как детекторные, так и создание зеркальных систем. То, что у нас вот это буквально несколько лет, у них это делается уже там десятки лет. И они научились делать, если наши зеркала, они достаточно тяжелые, они научились делать очень легкие алюминиевые оболочки. Вот то, что будет стоять на Найсере, это, так сказать, линейка стандартных продуктов НАСА. Вот здесь 54 сложных оболочки и 56 таких зеркальных систем, которые стоят. Это однократное рассеяние, параболы, просто как концентратор. Это, опять же, еще стандартно, то, что они умеют делать. И второе, что удешевляет и упрощается дело, в последние годы на рынке, просто в коммерческие доступные, появились так называемые кремниевые дрейфовые детекторы. То есть это из кремния, такие вот небольшие пикселы, где-то приблизительно 5 на 5 мм, в которые просто ставится фокальная плоскость, вот так концентрируйте, у вас нет никакого разрешения углового, естественно. Но неважно, вы, главное, что все собираетесь с неба, то концентрируйте, у вас прекрасное энергетическое разрешение и прекрасное временное разрешение. Более того, вот эти детекторы, они, пайлапы, практически не подвержены. Я дальше покажу, просто так это происходит. Вот. Задачи, вот основная задача, наверное, слайд, может быть, видели на конференциях, это вот поведение вещества и получение ограничений на соотношение между массой радиусом нейтронной звезды. Вот как они симулируют, это может выглядеть для разных размеров нейтронных звезд, это профиль импульса миллисекунда, пульсар, и как они планируют это ограничивать на диаграмме массы нейтронной звезды радиус. И дальше, соответственно, вот уравнение состояния можно и так далее, и тому подобное. Что для того нужно, чтобы вообще такие задачи решать и двигаться дальше в вопросах навигации? Нужна как бы большая эффективная площадь, это решается либо оптикой с высоким разрешением, либо у вас должен быть просто детектор большой. Должны быть вот нужны полупородниковые детекторы, а ключевой еще таким моментом является наличие специализированных микросхем, асиков, потому что вот то, что, например, сейчас на СРГ, это просто уникальный случай, когда наши инженеры смогли приспособить вот эта асика, специализированная микросхема, которая считывает все это, обрабатывает сигнал, это микросхема, которая на самом деле с ускорителем, она не предназначена для таких энергий. И вот просто благодаря нашим ребятам они смогли ее довести до такого уровня, подкрутить, настроить, что она может работать в рентгене. Ну, а для того, чтобы дальше двигаться, нужны специализированные работы, и эти работы сейчас, ну, и здесь начали. В рамках Гранта по ФиЭМ мы второй год делаем, и кремниевый дрейфовый детектор, у него сами детекторы, естественно, мы не делаем кристаллы, мы покупаем. И самое главное, мы сейчас вместе с МИФИ ведем разработку специализированных микросхем, то есть того, чего у нас в стране никогда для этого не делалось. Я вот здесь просто картиночку покажу, то, что есть. Вот в этом году мы получили первый прогон, вот получили сейчас 42-42 вот таких асика, специально которые были разработаны для вот этих детекторов. Вот это первая партия детекторов, в которой мы получили из пенсенсора. Такие детекторы делают две фирмы, по сути своей. Это в Германии и в Америке. Мы когда пытались у них, ну, американцев попросить, ну, купить, естественно, для создания там макетов детектора, ну, они нас просто отправили куда подальше. А вот, как бы, немецкие коллеги пошли нам навстречу, мы к ним ездили, они нам показали, как у них все это устроено. Это, конечно, потрясающе, там вложено, не знаю, сотни миллионов евро в это дело было. Но они вот это научились делать вот такие штучки, такие детекторы, которые мы, надеясь, соединить с микросхемами, получим макет, макеты будущих прототипов детекторов. Вот здесь для примера, куда дальше это можно двигаться, куда применить. У нас есть две идеи. Одна, значит, это проект, так называемый, МВМ-М2 на МКСе, то есть это порядка квадратного метра, который мы хотели бы поставить на гиростабилизированную платформу на МКС. Вот это планарный детектор, это транспортное положение, чтобы он залез в прогресс. Потом его космонавты раскладывают, прикручивают, соответственно, вот, и здесь мы получаем вот это планарный детектор из этих кремниевых, ну, это некий аналог лафта, только маленький, так назовем его по файндерам. Мы даже когда им предлагали, они сейчас, вот, итальянцы довольно заинтересовались этим делом. Для того, чтобы ограничить поле зрения, сверху ставится вот такая микроканальная пластина. Удивительное дело, но такие микроканальные пластины, оказывается, налажены к производству у нас в стране. В городе Владикавказ есть просто фирма, которая делает вот эти из свинцового стекла, такие микроканальные пластины, которые ограничивают ваше поле зрение, ну, до градуса или до половины градуса, при этом они для рентгена не прозрачны. Они это делают для, там, приборов ночного видения, ну, вот мы с ними списывались, они готовы здесь, ну, сделать там, ну, по-нашему заказам это. Вот, вот это разные виды детекторов, которые есть в данный момент у пеносенсора. А вот то, что я говорил про угловое, про энергетическое разрешение. Вот одна из важнейших задач это линия, вот, 6,4 кэва, вот видно, как он прекрасно разрешает, и имеет при этом высокие временные характеристики. И второй вариант, возможность скорейшей реализации, то есть отработать как элементы навигации, так и решить интересные нам задачи. То есть тот телескоп, который Михаил Николаевич рассказывает, это Artex-C, который сейчас будет сделан для SRG. То есть все детские болезни на нем будут пройдены, или уже пройдены. Поэтому его повторить, это уже, ну, будет так, ну, не то, что стандартный продукт, ну, почти как стандартный продукт будем выходить. Единственное, что нужно сделать, это заменить вот эти детекторы, которые у нас как метеорологи стоят, кристаллы, заменить на, как я вам показал, вот эти кремниевые дрейфовые детекторы. И плюсовые асики, то, что мы сейчас работаем и для будущего. И установив таких 4 телескопа, и платформу-навигатор, опять, которые тоже стандартные, мы можем запустить вот такой проект, который мы называем, там, рентгеновский микрофон 4А, да, вот такую орбиту со сроком службы около 5 лет, и при этом решать как задачи навигационные, так и задачи научные. Я сейчас покажу, почему он будет лучше, чем Найсер. Последний слайд у меня будет. То есть все вот это, вот это проект, который предлагает, который мы сейчас в ФКП пытаемся предложить, он, у него плюс по сравнению с другими, там, более-менее фантастическими проектами, которые сейчас напичканы наше ФКП, потому что он реализуемый. Вот если мы начнем его делать, там, условно говоря, в 17-м году, то к 21-му году он полетит. Ну, просто потому что все есть. Единственный детектор, который мы сейчас работаем. Все. И научная задача, которая получается для такого проекта, вот здесь для примера, для сравнения, нарисована эффективная площадь. Вот то, что есть. Ну, стар сейчас, вот Найсер. Да, ниже 2КФ мы там приблизительно одинаковы, но ключевая вещь, что в районе 6КФ делают линии, где очень много статей сейчас, ну, и не сейчас, в последние годы пишется о том, как и здесь доклады были, как же эта линия себя все-таки ведет, уширение, есть ли там, ну, то, что там группы Фобиана делать, есть люди, которые с ними спорят. Так вот, вот этот проект Найсер-то сделать не сможет, а проект 4А это сделать сможет, потому что мы здесь будем иметь и тайминг хороший, и спектальное разрешение. Ну, вот задачи какой-то области здесь перечислены. Все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Мы вычеркнули диапазон, предполагая, что вот эта антенна должна быть космос, вот, в космическом аппарате. В принципе, на пущении, вот, на нашей обсерватории в свое время была предложена идея пульсармического времени, значит, поскольку, ну, понятно, в космическом процессе здесь можно было использовать как шкалу везда. И в настоящее время у нас там две группы раздевают вот эту идею и, значит, пульсарные шкалы, ну, и, в принципе, возможность вот этого инвегуляционного, так сказать, использования. Для этого не обязательно. Радиодиапазон мы можем принимать на земле, поэтому не надо нам 10-метровые, есть более крупные антенны, которые могут, так сказать, одновременно наблюдать на месте вот этих пульсаров, которые, как вы говорите, и тогда вот эта идея навигации, она может быть разознавлена на наземных радио-небескопах. Замечательно. Все может быть идея хорошая, но только у меня навигация называется автономная, то есть спутник без земли все делает. Тарелка 10 метров должна быть в космосе, если мы хотим, чтобы спутник сам решал. На земле, пожалуйста, может еще воду идти. Ну, вот опять траекторное измерение, и все. То есть вы опять землю задействуете. А вопрос о том, да. Вопрос автономности. Все, автономности вы не можете. Все, все, ответ понять. Какой точечный скорость можно померить? Сантиметр в секунду. Сантиметр в секунду. Евгений Михайлович, вы хотели задать? Нет, вопрос такой. Если мерить только скорость, можно померить по спектру звезд? Понятно. Ну, наверное, можно каким-то образом. Во-первых, у вас... То есть чем пульсар хороший? Мы точно знаем пульс, частоту и стробирность. И мы его можем предсказать. Нет, ну, у каких звезд... Евгений Михайлович, там же кроме скорости еще и положение есть, потому что это пульс. Самое лучшее, что сейчас делается, это 4-метровых телескопов меряется 4 метра в секунду. А здесь сантиметра. Извините, нет, нет, там, нет, нет, порядка метра в секунду. Нужно хорошие... Да, ну, то есть там пущие проблемы возникают. Секунды, это гораздо больше. Не, ну, как зато? Это, ну, просто нельзя. Ну, и телескоп должен быть большой, Жень. Сейчас спектрометр большой. Тяжелый. Да. А нельзя, просто, если взять 15 самых ярких сделать, этого... Получается, нельзя просто какой-то маленькой призмочкой, там, это все из них должно быть. На свершение спектра. Линия все соответствует. Да, как ты линию померишь? За какую особенность ты в спектре зацепишься? Я вот к этому и начал. Нет, вот, нет, такой нет, я как раз пытался сказать о том, что чем пульсар хороший, у тебя есть особенность пульс, а в спектре, да, есть линия, но чтобы линию эту, нужно спектром, который говорит. И опять упираемся, что этот прибор маленький быть не может, он будет большой и тяжелый. А гличи не мешают? Мешают, естественно, но гличи земли... То есть тут фактически... То есть в том, то есть в чем, что земли постоянно же не мониторируются в радио, там, Паркисон, там, не знаю, американцы делают, и у тебя хорошо прописан вот этот ряд. И гличи тоже видишь. Нет, ну понятно, что как... Эфемериды, они могут обновляться раз в какое-то время. Ну, там, раз в месяц, там, что-то. Просто отсылаешь туда нового эфемериды, и все. А в рентгене есть гличи? Есть. Нет, а в рентгене есть гличи? Нет, это даже скорость вращения, какая разница. Ну, здесь там есть. Есть. Но они наблюдаются даже интегралом, вот мы когда калибровали для тайминга, для пульсаров, ну, и акрицирующих. Мы калибровались по крабу, естественно, и прям по крабу, брали данные радио, и прям видно. Ну, вот, ну, просто яркий мы по нему делали, по остальным тоже, наверное, есть. Я бы, пожалуйста, еще вопросы. Если нет, тогда поблагодарим еще раз докладчика. Основное мое место работы это Институт физики микроструктур. Занимаемся мы там много чем, в том числе, тергерцовыми генераторами для различных спектроскопических приложений и занимаемся криогенными приемниками, о чем я хочу рассказать в моем докладе. Но в качестве предыстории я должен сказать, что мне очень приятно участвовать в этой конференции. Для меня фактически замкнулся круг через 25 лет. После первого курса я начал свою научную карьеру на радиотелескопе на Карадаге. Это примерно посередине между Феодосией и Судаком. Были мы зачислены в отдел Станкевича, НЕРФИ. Непосредственно нами руководил Валерий Павлович Иванов. И проводили мы измерения, там мы наблюдали и за звездами, и за солнцем. Ну, нужны были физически крепкие ребята, чтобы крутить ручки, настраивать радиотелескоп по высоте и по азимуту. Вот. Но с тех пор я занимался много чем. И недавно я приезжал просто вот отдохнуть в те места. Был на базе. К сожалению, за 23 года радиотелескопы разгромлены, разворованы на цветмет. Но место уникальное, не зря оно было выбрано в свое время для лунной программы. Солнечные долины оттуда 5 километров пешком, 320 солнечных дней в году. Сейчас всякие развиваются программы по... Начинаются программы по развитию Крыма. Поэтому, если у сообщества есть какие-то идеи, как восстановить базу там... Ну, все домики есть, кабели силовые есть, даже это черное тело, луна, тоже там наверху на горе, по которому телескоп июстировали, тоже оно должно быть живое. Вот. Если будут какие-то идеи, было бы здорово это уникальное место как-то снова вернуть к научной жизни. Значит, в моем докладе я буду рассказывать, ну, во-первых, о новой лаборатории, которая создана в рамках Мегагранта. Вот сейчас Мегагрант заканчивается и о неких результатах я расскажу. Ну, главная цель этого доклада это свежие результаты по многочастотным щелевым антеннам с резонансным баллометром на холодных электронах. Аутлайн. Некоторые задачи радиоастрономии я расскажу очень быстро, поскольку здесь публика подготовленная. Ну, и дальше расскажу о самих приемниках, об их преимуществах и о том, в каких миссиях предлагается их использовать. Значит, после Большого взрыва, как вы знаете, возникло реликтовое излучение, измерять, которое очень важно для понятия природы Вселенной. Для того, чтобы аккуратно измерять эффект Сюняю и Зельдовича, очень важно проводить измерения на разных частотах. Также важно проводить измерения на разных частотах и с высокой точностью для того, чтобы обнаружить бимоду поляризации. И, собственно, вот этот вот слайд рассказывает о том, сколько было Нобелевских премий и какие прорывы были за последние годы в изучении реликтового излучения. Очень жаль, что вот советский спутник реликт не получил Нобелевскую премию 2006 года, хотя результаты были получены раньше, чем у американцев. Ну и как раз вот в 2011 году известным шведским профессором Леонидом Сергеевичем Кузьминым из Чалморского технологического университета был выигран мегагрант в техническом университете Нижнего Новгорода НКТУ имени Алексеева. Это мегагрант был на развитии систем кориогенных приемников для различных радиоастрономических миссий. Вот основная цель и задача этой лаборатории проведение научных исследований на современном мировом уровне. Были закуплены уникальные криостаты вот 3,200 Oxford Instruments один на температуру 10 мк, второй на 300 мк, еще есть наполовину собственного изготовления ИПФАНа 4-х криостат, на них мы проводим измерения. Это криостаты замкнутого цикла, вам не надо иметь дело с жидкими газами, нажимаете кнопку вот на этом на управляющем компьютере, вот кстати Вячеслав Федорович Довин на фотографии, значит и через 20 часов криостат достигает своей рабочей температуры. Наша небольшая группа теоретически из Институт физики микроструктур резко переключилась на эксперимент, ну хотя мы имели опыт работы раньше с жидкими газами, но когда их нет и когда автоматизированный эксперимент, это надо быть идиотом, чтобы не проводить измерения самостоятельно, потому что настолько все так просто, ну фактически как за компьютером работаешь. Это вот Леонид Сергеевич Кузьмин, это ректор НГТУ Дмитриев, как раз вот открытие этого криостата, самого первого, кстати, это был первый криостат в 2011 году в России такого класса, сейчас три как минимум работают. Значит, с чего началась история вот этих работ, Джет Пропалшел Лаборатори отказалась изготавливать новые поколения германиевых балометров для миссии Боберанг-3, и поэтому Паул Дебернардис, зная о том, как и в Чалмерсе делает балометр Кузьмин, пригласил его к сотрудничеству, и вот коллаборация возглавляемая Кузьминым, которая включает себя Чалмерский технологический университет и МГТУ, сейчас является ответственной за изготовление приемной системы для Боберанг-3. Вот на этой картинке показано, как увеличивалось разрешение реликтового излучения от миссии к миссии, и соответственно, очевидно, что важно иметь приемники, во-первых, чувствительные, а во-вторых, еще раз повторяю, многочастотные. Вот пример фокальной плоскости миссии Планк. Видите, медные рупора, здоровые, тяжелые, и в основном я буду здесь речь вести о проекте КОРа, Европейского космического агентства. Астрономы хотят, чтобы фокальная плоскость была покрыта вот таким большим числом приемных пикселей, частоты от 45 ГГц до 250 здесь показано, а на самом деле вот и выше, в центре. И если у вас пиксели разных частот расположены в разных местах геометрически по фокальной плоскости, соответственно, вы можете получить существенные ошибки измерения. поэтому группа возглавляемой Кузьминым выиграла и коллаборация его выиграла тендер ИСа КОРа и главная идея состоит в том, чтобы совместить разночастотные пикселы в одном месте и кроме того сделать все планарным. То есть убрать все рупора, а обойтись ну как максимум просто кремниевыми линзами на соответствующих приемниках. Это не нужно. Это излишнее усложнение приемной системы. Значит, два слова про балометр на холодных электронах. Он состоит из следующих основных частей. Нормальный абсорбер это самая чувствительная часть балометра. Размеры, ну наноразмеры там 10 на 100 нанометров или побольше доли микрон. Должен сказать, что у нас сейчас лаборатория оснащена практически полностью. То есть есть как измерительное оборудование, есть технологический цикл, там напылительная установка, фотолитограф. К сожалению, надо еще найти где-то 60 миллионов рублей на электронный литограф. И тогда мы сможем делать полный цикл вообще приемных систем изготавливать. есть обученные люди, которые работали и работают в Чалмерсе, ездят туда-сюда. Пока балометры из-за высоких норм разрешения можно делать только в Чалмерсе, но надеемся, что скоро мы будем делать их и в Нижнем Новгороде целиком. Значит, антенны это сверхпроводники и вот изоляторы, то есть это СИНИС сверхпроводящий контакт. Когда вас попадает на абсорбер излучение, распределение Ферми меняется, самые горячие электроны поднимаются вверх хвоста и они туннелируют через вот этот изолятор, через туннельный барьер. Таким образом, горячие электроны у вас являются полезным сигналом, который вы считываете и одновременно горячие электроны вы выносите из системы. Таким образом, вы можете эффективно охлаждать систему и увеличивать чувствительность, улучшать динамический диапазон. Следующее преимущество балометров на холодных электронах в сравнении с другими типами балометров, например, с ТЭСами. Это высокая чувствительность из-за эффекта электронного охлаждения, как раз вынос горячих электронов, большой динамический диапазон, опять же, из-за эффекта электронного охлаждения. Очень просто с использованием планарных технологий изготавливать большие решетки таких приемных систем. одно из ключевых преимуществ это нечувствительность к космическим лучам к альфа-частицам. Я сейчас все покажу. Кроме того, можно изготавливать резонансные балометры на холодных электронах, об этом я скажу чуть позже. Вот цепичные вольт-амперные характеристики таких балометров при разных температурах можно как в режиме измерения задания напряжения так и в режиме задания тока работать. Вот это пример измерения эффекта электронного охлаждения температура с примерно 300 миликельвин здесь понижена до 100 миликельвин вот это типичные значения NEP это единицы на 10 минус 18 ватт на корень из герц вот эта работа с перекрестно-щелевой антенной 2011 года получила премию вандузера за работу в области криогенных приемников на основе сверхпроводников вот для данного приемника измерен оптический NEP 2 на 10 минус 17 ватт на корень из герц в настоящее время в нашей лаборатории мы уже превысили вот их рекорд по чувствительности в два раза на более совершенных образцах вот очень важный слайд про ГЛИЧ это вот картинка примера с миссией Планк вы видите что сигнал очень сильно зашумлен из-за того что попадают альфа-частицы которые нагревают балометры приводят к существенным шумам при измерении вот типичный тест балометра со спайдер-вебом площадь достаточно большая 5 квадратных миллиметров балометр на холодных электронах имеет единственный чувствительный элемент который вот имеет наноразмеры разница в объеме 10 в пятый вот в этой работе свежей 14 года совместно с группой Паула де Бернардеса были проведены измерения и было показано что время ожидания одного глича для балометров на холодных электронах 40 часов за несколько измерений которые длились по 16 часов не было ни одного глича обнаружено источник использовался цезис 137 662 киллоэлектрона вольта типичный источник которым вот стандартный балометр тоже исследовались и там гличи шли по-моему чаще чем раз в секунду вот из-за этого ключевого преимущества балометра на холодных электронах в том числе вот это преимущество из-за того что развязаны электронные фанонные подсистемы и то что попадает в подложку на абсорбере никак не сказывается поэтому вот единственный чувствительный элемент очень маленький предопределило то что в ряд миссий вот такие приемные системы были приглашены ключевой результат последнего времени это результаты Байсеп-2 значит как нам Рашид Алиевич рассказал окна прозрачности пыли это где-то 75 в районе 75 105 гигагерц даже если Байсеп-2 и не увидел на самом деле бы моду результаты полученные имеют стратегическое значение для всей отрасли здесь я проскочу за не менее времени слайд про теорию инфляции и кандидатов на следующую новелевскую премию значит вот Байсеп-2 имел ключевое значение потому что это планарные технологии это фазированная антенная решетка на частоту 145 гигагерц вот здесь вы видите микрополоски разводка проведена микрополосками лучи достаточно узкие бешеная избирательность популяризации и значит одна из наших работ это аналогичная фазированная антенная решетка только на разные частоты там вот будут комбинировать щели будут скомбинированы щели на 75 и 105 гигагерц чуть позже я покажу результаты и вот собственно главная цель доклада это я покажу некоторые результаты по тендеру ИСА в рамках которого мы работаем по проекту Коре две основные были концепции это система Манчестера с рупорами от них уже отказались в результате соответствующих соревнований и сейчас перешли полностью на планарные системы которыми мы занимаемся и сейчас вот мы соревнуемся с ТЭСом кто же победит январь это изготовление демонстратора и где-то в июне 15-го года заключительная стадия проекта значит вот эта вот огромная фокальная плоскость с большим числом приемников мы начали с работы вот по диапазонам 75-105 гигагерц но потом быстро поняли что можем легко и другие диапазоны перекрыть один из возможных вариантов это синусная антенна которую используют американцы разработали американцы значит если у вас балометр большой типа ТЭСа его никуда внутрь запрятаться нельзя он снаружи вам надо микрополосками вывести сигнал частота высокие поверхностные потери в микрополосках высокие это сложная инженерная задача все аккуратно сделать и хорошо развести в этом смысле байсеп 2 это вот прорыв который показал что это можно делать ну и нужны фильтры чтобы сделать многочастотный пиксел геометрические фильтры на основе геометрической индуктивности они огромные вот 350 микрон типичный размер на типичные частоты порядка 100 гигагерц значит на используя балометра на холодных электронах можно вставить в абсорбер дополнительный кусок сверхпроводника размеры 0,6 микрон и используя кинетическую индуктивность сверхпроводника и емкость этих синконтактов можно получить компактные фильтры дополнительный мгновение и до 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 Продолжение следует... 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 И есть постер, не помню номер, здесь он был был, на котором есть феноменология этого явления, но есть соответствующие модели, которые показывают, что что-то перед всплеском должно быть для длинных всплесков, для коротких проблематично, но тем не менее тоже при курсе иногда наблюдается, что в общем довольно странно, что там может быть. Есть проблема наблюдения связки помощи гамм-всплесков в наблюдении гравитационных волн. Дело в том, что считается, что короткие гамм-всплески это наиболее обещающий источник для наблюдения гравитационных волн, а вот на установках Advanced Light и Virgo, которые сейчас постепенно наращивают свои мощности, я сразу перейду по источники гравитационных волн. Вот короткие всплески, они соответственно могут быть интересными с точки зрения подтверждения наличия гравитационных волн, которые мы все ожидаем, вот со дня на день установка работает, все данные, которые получаются, они закрыты, они вот в коллаборации, в которой я там тоже состою, вот ничего разглашать нельзя. Хотя, ну, вряд ли это будет в ближайший год-два, хотя, кто его знает, то к 2020 году будет достаточная чувствительность установки и Advanced Light, и можно будет смотреть дальше. Собственно говоря, вот эти две цели. Вторая цель это наблюдение самых ярких, которые дают всю физику, потому что вот до сих пор, тут может быть видно, вот я так немножечко сереньким написал, что в гамма-диапазоне известно более 10 тысяч гамма-сплесков. Давайте сравним это количество со сверхновыми, которых там, ну, до сих пор мы знаем, если по 300 шток ГУД регистрируется, 350, ну, где-то, наверное, 4 тысячи, 3,5 тысячи сверхновых. Гаун-сплесков гораздо больше известно, а понимание их, так сказать, работы существенно меньше. Вот, значит, наблюдение самых ярких, дело в том, что апертурные телескопы, они смотрят, они очень хороши с точки зрения статистики, статистической обеспеченности, они смотрят только в небольшую часть неба, и очень часто бывает так, что пропускают яркие всплески, а на ярких всплесках делается вся физика. Вот не на этих 10 тысячах, а с 10 тысячах, которые есть с момента их открытия, первой публикации, 73-й год, а первая регистрация, 67-й год, а именно на ярких, которых вот считанные единицы происходят, поскольку яркие это близкие, локальные селены, они, их малое количество, их, значит, родителей, поэтому вот каждый такой яркий надо регистрировать. Таким образом, вот эти две задачи можно попытаться решить, соответственно, с помощью вот того эксперимента, который мы предлагаем. Ну и здесь чувствительность, пересчитанная в красное смещение для Advanced Light and Virgo, 300 мегапарсек, и, собственно говоря, вот до сих пор ни одного короткого гамма-всплеска подтвержденного, возможно, они есть, но для них нет Z, то есть ни одного подтвержденного всплеска, даже для такой дистанции 300 мегапарсек зарегистрировано не было. Поэтому это не значит, что их нет, может быть, их регистрируют, но и без локализации, или пропускают, потому что не охватывают все небо космические аппараты современные SWIFT. Вот он, апертурный, Ферми, он ГБМ не апертурный, но, тем не менее, вот такая проблема существует. Значит, как наблюдать? Ну, мы предлагаем, вот есть прекрасный эксперимент Конус, спроектированный все время Мазицем, Евгений Павловичем, ну, и, как я иногда говорю, что это автомат Калашнику, который дает приличные результаты даже через 40 лет после его, там, первого запуска. То есть вот это эксперимент Конус, но разнесенный, раздраенный на отдельные детекторы, которые массой 4 килограмма, 3,5-4 килограмма, которые стоят на купсатах, на маленьких космических аппаратах. Иногда это называется микросателлайты, иногда это купсаты называются. Ну, вот, какие преимущества такой группировки? Соответственно, основное преимущество, то есть это стоимость изготовления, запуска и поддержания группировки, потому что эксперимент простой, это, блин, сенсуляционный детектор, значит, соответственно, БЖО хорошо, потому что для коротких всплесков он более чувствительный к жесткому диапазону, со 100 кФ и выше. Вот оценочная стоимость, вот здесь не написано, чтобы не оставалось нигде в документах, на самом деле оценочная стоимость при массовом изготовлении свыше 10 экспериментов, это примерно, плюс запуск, это примерно 50 миллионов рублей, правда, в ценах вот лета прошедшего. Основная стоимость это платформа, стоимость эксперимента и запуска, они пренебрежимы малые по сравнению со стоимостью платформы. Ну, какие проблемы мы кластером этим будем решать? Значит, мы, какие проблемы мы решаем, извиняюсь, значит, мы, если мы выводим такой кластер простых аппаратов, очень простеньких экспериментов на орбиту, мы наблюдаем все небо, ну, зависит от количества аппаратов, сейчас мы посмотрим, сколько нужно, мы наблюдаем все время, все небо, земля ничего не затеняет нам. Соответственно, близко летающие космические аппараты, типа SWIFT, и SWIFT все время должен крутиться, потому что небо в апертуру попадает, земля попадает ГБМ, примерно 1 треть пи не видит, просто земля затеняет. И решаем, возможно, очень редкие события, которые могут быть зарегистрированы в Адванс Лайга Вирга. Почему? Потому что вот апертурный телескоп смотрит, или близко летающий к Земле, но с одной точкой. Вот яркое событие, которое, ну, близкое событие, оно по статистике, из-за того, что количество источников пропорционально р-куб, то оно, вообще говоря, мало, и мы можем ждать еще 30 лет, вот в 300 мегапарсеках, пока что-то произойдет. Ведь мало того, что зарегистрировать сигнал на установке Лайга Вирга или Вирга, но ведь надо его еще подтвердить в других диапазонах. Хорошо бы подтвердить его в гамме, хорошо бы подтвердить в оптике. Иначе это будет просто сигнал, который был действительно мощный, но локализация Дванс Лайга Вирга, это тоже, в общем, IPN, по сути, 3.03 ингредиционная локализация, которая дает здоровые бананы по 10 градусов. Причем не один банан, а много бананов на небе, а такие вот вытянутые штучки. Поэтому, конечно же, вот этот мощный сигнал, который будет от слияния двух нейтронных звезд, а именно слияния двух нейтронных звезд, предполагается, но здесь физику не буду обсуждать, дает максимальную амплитуду гравитационной волны, то вот этот, конечно, эксперимент такой бы решал эту проблему. Значит, такие проблемы не решаются, какие проблемы есть. Это точность локализации. Точность локализации ограничена статистикой и систематикой. Значит, систематическая ошибка не может быть меньше 2 градусов. Да, спасибо. Статистическую ошибку можно уменьшать, она зависит от размера детектора, но он ограничен на таком маленьком кубсате. Но вот ее можно снизить для ярких, для очень ярких всплесков, если брать статистику БАЦИ и Ферми, то где-то до 1 градуса, при наличии, конечно, 12 космических маленьких таких аппаратов. Вот. И скорость локализации. Это, конечно, проблема. Значит, если даже в режиме, значит, на борту один космический аппарат, один эксперимент не может локализовать ничего. Локализация происходит двумя способами. Если классический способ, предложенный МАЗИЦом, это по разности сигнала, для этого нужно дать точную ориентацию, платформа это обеспечивает трехосную ориентацию. Значит, и используя диаграмму направленности детектора, поскольку детектор не шарик, вот можно по разности сигналов определять. Если на такой орбите, на околоземной орбите, типа 500-600 километров, уже можно работать и тренгуляционным методом. Конечно, если фронты, профили гамма-сплеска очень короткие, меньше чем 0,05 секунды, тогда тренгуляционный метод по разнице прихода сигнала и хорошей привязки к баррицентру даст, в общем, улучшение, локализация. Ну вот, в любом случае, локализация происходит на Земле, и из практики сети Бакадайн, и из практики ферми ГБМ, которые долокализовывают тоже сейчас на Земле свои данные, вот это вот время не может составлять меньше 30-40 секунд. Ну, это вот ограничение, ну и, конечно, ограничение плохое, это вот на точность локализации. Ну, какие оценки? Ну, соответственно, вот есть возможность, проработка велась для двух орбит, для попутных запусков, потому что они дешевые или почти бесплатные. Это 1400 километров, наклонение 82, а и 550 – это стандартное наклонение МКСа с прогрессом туда лететь, значит, чуть после отстыковки от МКС поднимается орбита, и, значит, можно до 4-6 юнитовых таких вот аппаратов выкинуть на орбите 550-570 километров. Вот эта орбита плохая, 1400, там очень много фона, она может быть исключена, правда, там меньше влияние атмосферы, отражение атмосферы сигнала. Ну, тем не менее, она почти может быть закрыта, потому что никакой фон нам не даст здесь зарегистрировать. А вот эта вот орбита, она хороша, соответственно, здесь, вот как я уже говорил, можно с прогрессом записать до 4-х космических таких малых аппаратов. Ну, соответственно, вот здесь нарисовано, что наблюдение всего неба возможно, если орбита меньше, чем 2400 километров, 4 космических аппарата должны быть разномерно распределены по орбите. Ну, собственно, так и происходит. Космические аппараты неуправляемыми, они примерно из кластера разбиваются в такую вот орбитальную группировку на одной орбите. Платформа, ну, здесь, соответственно, что тут представлено? Представлено, ну, вот на постере, может быть, уже поздно смотреть, но, тем не менее, есть какие-то вещи. Вот эта платформа, уже две таких платформы летают. Они одна экспериментальная, просто для того, чтобы показать, что она действительно летает, а вторая, да, коммерческая, для приема сигналов с судов, для определения судов. Ну, вот точность локализации – вещь весьма специфическая, потому что моделирование требует знания солнечной активности, высоты орбиты, но весьма показательно, что вот здесь для самых ярких, но для топ-10 из выборки Ферми, вот, соответственно, достигаются такие точности. Ну, вот в мечтаемом случае 12 космических аппаратов размещены, неважно, в каких плоскостях, это все может быть в плоскости одной орбиты, вот обеспечивает статистическую точность 1 градус локализации, плюс систематическое 2 градуса. Вот, соответственно, да, ну вот если будет, это только по разности, по разностному сигналу, то есть по диаграмме направленности сенсоризованного детектора, если короткие фронты, что для камер-вплесков коротких иногда бывает, то тогда точность может быть чуть-чуть улучшена статистической за счет триангуляции. И здесь я вот хотел показать еще одну картинку, наверное, уже все, наверное, вот так вот сделаю, а я уже, наверное, не сделаю. Это потому, что не на моем компьютере. F5, F5, да? Флешка? Да, нет, да. Есть на флешке. На флешке есть. Просто моделирование, значит, как затеняется на орбите 1400 АВИ, да, возможно, не будет работать. Ну, в общем, наверное, кодека нет соответствующего. Значит, флешку, анимацию не получится показать, но просто здесь было реальное моделирование, как затеняется при разном количестве числе аппаратов на Земле и сколько одновременно космических аппаратов могут наблюдать на разных орбитах. Вот, спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Все устали. У меня тогда вопрос. Отдельный спутник нанесет один детектор? Один, один. Четыре килограмма. То есть, у нас было несколько, поэтому можно было... Правильно. Здесь несколько, но в разных местах. Поэтому они ориентированы к фронту под разными углами. И этим достигается разный сигнал. А несколько сразу нельзя сделать? Масса. А, масса. Масса. Для регистрации с инцелятором главным является в жестком диапазоне масса. Да, понятно. Пожалуйста. А Таурию вы выбрали безинтернативной? Да нет, конечно. Ну, просто это те люди, с которыми вот началась проработка возможностей. Дело в том, что здесь нужна трехосная ориентация и точность ориентации не хуже одного градуса. А что это... И временная привязка тоже нужна? Да, да. Но это GPS сейчас делается. Это даже на чибисе было сделано, но не воплощено. То есть, не передано этим самым экспериментаторам. То есть, это не проблема. Временная привязка одна микросекунда. Это не проблема, если все разряды используются. То есть, Гаурия выбрана не безальтернативной. Это просто люди, с которыми согласились проработать возможность запуска. А, да. Ну, здесь, соответственно, такая анимашка. Это вот, значит, если вспышка происходит где-то вот, например, например, здесь. Вот красным это когда тень от земли наползает. Ну, вот видно, что для четырех спутников три всегда будут видеть на этой орбите. Другая анимашка покажет другую орбиту. Вот. Но на самом деле трех, конечно, мало для локализации. Три космических аппарата мало, потому что точность будет либо никакая, либо 10 градусов. Нужно вот, чтобы одновременно под разными углами видели, по крайней мере, 4, 6, тогда точность локализации будет 8, 6 градусов. Ну, вот это в принципе, АГБМ Ферми так и работает. Он дает точность локализации на борту. На борту это 5, это 6 градусов статистическое плюс 2 систематическое. После обработки на земле через минуту он улучшает это дело, улучшает это дело до, вот если медиану смотреть, это будет где-то 3,5, ну, систематически так и остается 2 градуса. И в принципе IPTF, Новополомарская фабрика транзиентов как бы просматривает эти области и вот уже для ГБМа найдено 8, значит, 6 из них найдены IPTF и 2 из них или полтора из них, вот они помню, там точно найдены мастером, который в ГАИШе соответственно работает в 5 местах уже. Спасибо. Тогда поблагодарим докладчика еще раз. И на этом наша конференция завершается. Давайте поблагодарим всех докладчиков и сегодняшних и предыдущих дни. В особенности поблагодарим организаторов, вот в частности Ивана Человекова, который этим всем занимался и рулил всеми остальными. И ребят, которые помогали все организовывать. Большое спасибо. Все получилось очень замечательно. Спасибо. 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 .